друзья всем-всем доброго времени если меня слышно если меня видно дайте мне обратную связь по десятибальной системе я пока наложу здесь запись технические моменты меня слышно очень хорошо но я очень рада вас приветствовать сегодняшним воскресным днем как у вас погода давайте где сколько откуда вы соответственно как у вас там светит солнышко идет снег или что-то иное или дождь как у вас погода у нас в москве немножко морозно где-то градусов наверно 6 5 по моему точно не знаю но будет так красноярск минус 3 а александр нас мужчины с нами как всегда приятно когда с нами сильная часть человечества это всегда очень радует его у нас пасмурно а где где девочка кемерово минус 10 солнышко новороссийск пасмурно плюс 10 рим плюс 15 ага франция плюс 7 металлия вот смотрите ой боже павлодар минус 6 молдова как приятно малый как приятно вот как люблю я интернет у нас а связывает да всю нашу планету и космос тоже кстати космические связи у нас тонкие мир немножко другие киев 0 харьков пасмурно легкий морозец ниночки замечательно очень хорошо ну и самое главное конечно в душе чтобы у нас была гармония был свет было тепло и и и солнышко это самое-самое главное танцеля добрый день добрый день ну классно давайте поставьте пятерочку кто знает меня кто приходит ко мне ну участники моего курса могут поставить десяточку а кто первый раз единичку то есть кто вот пришел случайно на так 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 отлично есть те кто первый раз очень очень вызвала его я тебе так рада слышали я все тебе хотел сказать если ты хочешь ты же повторно можешь проходить весь курс если есть желание давай напиши танечки мухаммадшиной да и она тебя добавит если есть желание а то ведь у нас же есть возможность по второму разу ну есть тогда и все вот хотелось тебе сказать а ты сама не пишешь так что давай забегай к нам и по второму кругу наш курс проходе сразу как раз объявление друзья мы как раз в тему те кто проходил у меня любые курсы онлайн или это годовой курс который я веду в школе пара психологии мир души это нлп эзотерической медицины метафорические карты регрессивный гипноз прошлую жизнь тонкий мир ну вообще риксоновский гипноз вы профессионалами становитесь да что у нас там еще а ясро психологии конечно вот то соответственно эти люди имеют право проходить курсы онлайн но в будущем бесплатно под пожизненно пока они у меня идут причем это каждый раз курсы у нас новые они все время дополняются вот в этом году курс у меня например на илпе от прошлого очень здорово отличается мощный сильный и такие люди подобрались чудесным так что но вот те люди которые повторно приходят у них можно сказать следующий виток такой очень качественный происходит леночка марка с добрый вечер до олечку мы рады будем видеть тем более учителя учителя вообще у нас сейчас идут бесплатно учителя воспитатель детских садов но только те кто реально реально работает там и государственных структурах институтах тоже так что как кому интересно вообще мое направление мои методики и мы вас приглашаем будем очень рады это будет здорово у нас очень дружная команда очень продуктивно и качественно но очень сильные грегор ну что друзья мои сегодня тема у нас интересная не так часто с ней выступаю по моему это у меня всего лишь третий вебинар на по деньгам курсы специально не делаю по деньгам потому что вы сегодня узнаете почему потому что в принципе это дело такое это на деньги напрямую связаны с кармой и как вы думаете вот первый мой вопрос вот как раз в тему нашего вебинара деньги и карма что же здесь общего то есть как же они взаимосвязаны то есть например когда есть деньги все это за кармой когда нет этих денег совсем что человек не делает у него нету денег или вы давайте второй то есть вот что человек не делает у него нет денег какие варианты могут быть а сегодня варианты могут быть то есть ответы потом будут у нас ну весь вебинарчик вот эти там просто будет для кого-то может быть откровением и так далее так первый вопрос мне интересно посмотреть на ваши ответы значит что же лучше между кармой и деньгами и особенно когда их нет денег или можно на второй не отвечать на первый на общем как как вы как вы захотите такая по ощущениям по опыту и так далее по своим знаниям наташа королева я просто жизни много взяла чужого катенька посечника владыка кармы столько отсыпал отправлял сюда а столько так столько и имеем имеем нет нарабатывать заслуги ну в общем понятно как тут чуть-чуть попроще а так в принципе смысл понятен да ниночка его пишет когда-то отказалась от денег то есть это уже конкретно вы знаете да не или предположение или в общем для всех так вот танечка мюллер в прошлой жизни неправильно распоряжалась деньгами ага так ниночка до подтвердила светлана парфенович сколько заслужили то и имеем и у петрова деньги кармы связаны какими-то клятвами так молодцы 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 очень хорошо улечка фазулаева карма и деньги думаю связаны нужно познать все сегодня мы будем подробно разбирать по пунктам каждый пункт и причем это мы разберем даже не все жизнь много вариант на опыт он такой знаете как у каждого человека многообразные но мы какие-то такие основные вещи например которые у меня встречались моем опыте регрессионисты когда человек будешь тонкий мир прошлой жизни он там смотрят свои долги кармические и пчел понимает оттуда почему его нет денег или с какой точки зрения так наденька пишет а что с трансляцией так тайны надежды наверное не а что вы слышите надо меня скорее всего не она вышла через другой бразил браузер я всегда пишу заходить через браузер опера google до перезагрузить и может быть просто человек не видит если не видит спикера не слышно то соответственно это браузер надо с другого браузера заходить тот браузер не поддерживает эту комнату танюш напиши еще раз а то не увидит ничего так значит смотрите запись включила все это бывает но молодцы молодцы хорошо вы написали очень здорово мы будем сегодня подробно разбирать кстати запаситесь опять же как я все время говорю мои вебинарчики нужно ходить с ручкой дневничком берем значит любой ближайший дневник не знаю пусть даже исписанный все равно вам лучше дневник пусть исписанный чем просто бумажка эту бумажку как обычно теряющий так далее ничего не видно где чего а вот в процессе нашей работы а сегодня практически как менее курсы бесплатный да по деньгам друзья мои столько будет инсайтов озарений потому что идет подключение достаточно высокому грегору через мой канал вот и соответственно пойдут инсайты озарения поэтому обязательно сейчас бежим за чем-нибудь чем писать и в чем писать и соответственно первый вам вопрос как вы мыслите бедный или богатый по ощущениям это сейчас опять ваше личное состояние как вы как вы считаете как вы мыслите все у нас такой такой тренинговый день по деньгам в чем бесплатный оплатно я специально говорю я не делаю эти курсы по деньгам потому что это я не хочу людям пудрить мозги потому что с деньгами это вещь такая интересная если вы сегодня узнаете так александр а может дело не в карме а в отсутствие навыков зарабатывания денег александр какой за молодец и это тоже но это тоже карм это просто эволюционный рост эволюционный этап человека есть же души молодые давайте сейчас значит смотрите я всегда я пара психолог изначально я не просто психолог я не просто астролог я не просто гипнолог я пара а вот дальше все вот это мы прибавляем поэтому давай тем поставим 100 баллов кто верит в реанкарнацию кто верит в душу ну и высшее начало 100 баллов а кто не верит соответственно ниже ниже там у кого капки и веры есть так потому что это все нас а у меня снова материал на этом так отлично отлично очень хорошо отлично из соглашусь александра конечно суда приходит вот как раз я александру вот как бы продолжу его мысль на абсолютно верное души то приходят какие сюда разные молодые среднего уровня и самого-самого высокого которые могут воплощаться то есть представьте что наш мир нашем мире в плотном на земле воплощается души от самого детского сада до там не знаю там университета и куда у нас там дальше идут до в реальности то есть очень похоже на наше обучение системе вот это вот ступенчатое да соответственно если приходит молодая душа она еще даже не научился писать читать ну условно говоря да например там знаки вселенной и прочее сейчас вообще немало кто с этим целенаправленно работает кто-то интуитивно идет но это обычно уже мудрая зрелая душа которая знает что это нужно делать поэтому конечно какая-то душа пришла не научила не научилась этому навыку зарабатывания денег есть разные уровни есть самые примитивные это как раз ну вот рабочий класс но не хочу их вот обижать как-то затрагивать но те люди которые могут зарабатывать только простым трудом ну не знаю копать чего-то да там забивать чего-то там таска чего-то да но вот чисто самый низший уровень вот рабочего класса да и люди но просто у них нету навыков у этих до . очень рада вам очень рада поэтому это тоже на ну и эти души здесь очень нам важны если все будут стремиться не знаю к более высоким каким-то ступеням ну то есть вы представьте все здесь по своему уровню души прошли купца кстати кто вот прошел в прошлом купца есть навык же вот этот навык зарабатывание денег человек из всего сделает деньги то есть он и там и там у него уже мысли так заточена что как как не монетизировать вот этот труд как мне в эту точная прошлой жизни проходила я не смотрела по поводу вот этих направлений там у меня другие направления смотрел мне этот навык и есть я всегда уже самого самого какого-то раннего детства я могла из всего из любого труда это превратить что-то в деньги вы все не узнаете что же мы будем превращать деньги да а наш труд и нашу энергию вот эти потоки то есть это в принципе деньги это эквивалент наших энергозатрат вот поэтому у кого-то нет и это нормально вот почему я говорю вот если такого человека с молодой души который не наработан опыт вот на любой тренинг он придет вот ну хоть всю жизнь будет ходить на эти тренинги пока еще не пришло время система образования сделала свое дело без образования никуда александр соглашусь это нужно как образование это наше все поэтому обязательно надо это делать с одной стороны с другой стороны все кто не приходит все в институт а потом думают также они чудесно будут зарабатывать деньги но зарабатывают деньги вот здесь это не где-то то есть любую молодую душу если она даже пройдет высокий какой-то там не знаю там уровень в том плане высшего обучения институт университет но если она не способна и даже если эту душу этого человека уже здесь на какой-то достаточно высокий пост поставить то она все равно там не удержится потому что вот этих навыков работы с капиталами с деньгами не нету и еще долго этому обучиться конечно может быть она научится там каким-то но это будет она чувствует себя там очень некомфортно а если завтра много было так а если затрат много было денег не было вот ниночка мы сегодня сейчас все поэтапно пойдем это очень интересно так вот как давайте значит какой мыслить это бедные и богатые как как сейчас мы все разберем поэтапно у нас вебинар большой на три часа как курс как я говорила кому интересно тут просмотрит его до конца чуть мы там в конце будем делать я не помню техник какую-то ну вот здесь посмотрю я поняла то вы здесь посмотрю пока наш пульт потеря ну что запись будет до а если кстати вы не знаете как мыслить тоже можете написать не знаю как мыслить вот не знаю и сейчас мы так вкратце разберем нормально наденька нам ответила не знаю нормальный ответ так ну что 50 на 50 лариса и лена определяюсь еще нормально нормально хорошо так если выбор только из двух тогда богата ну вот кстати оли хорошо написала действительно здесь может быть как-то что-то и другое ну это узнать как хотя бы определиться в двух соснах а там глядишь третье четвертую выберешь смотришь так что изначально хотя бы нужны какие-то ориентиры так танечка я средний ну вот как раз приблизительная схемка такая есть опять же здесь ничего такого нет как то сказать определить ну вот смотрите мы всегда это рассматриваем я вас как-то обучаю все время чтобы вы ко всему подходили гибко это не значит что это истинно в последней инстанции мы разбираем какую-то часть как какую-то теорию какое-то предположение и тут вы всегда берете то что вам близко наташа не знаю как я думаю видимо результат средний ну вот смотрите мышление бедного то есть как она отличается от мышление богатого мышление бедного это живет воспоминаниями прекрасных прошлых дней естественно богатый мышление богатого живет планируя прекрасное будущее это кстати вообще актуально на сегодняшний день мы помним что сегодня мы уже стоим на первой ступеньке тонкого плана наука это уже доказывает у нас изменился протон элементарные частицы ждут вашей команды они как бы немножко внутри тоже там изменила структура они как бы пустые и все что вы в них вложите ваша мысль будет записывать их программу если например человек как я вот многим говорю кто копается вообще много в прошлом одно дело вы целенаправленно копать и чтобы разобрать узнать причину сделать анализ и выводы на будущее и программе спрограммировать все будущее а другое когда человек живет будет прошлом когда он в обидах когда ему кто-то не отдал денег когда он постоянно какие-то такие вещи продумывает негативные даже о будущем например думать вот если я сейчас вот накручивание мексиканских сериалов это когда человек вот сейчас вот да вот кредит не отдам мне сейчас придут там на эти коллекторы отберут все будет это и укуку накручивает ужасный ужасный сериал так вот друзья мы он программирует себе будущее вот этими мыслями знает он это не знает а знать как от законов как земных так и вселенной знает человек их нет никто еще не освобождал поэтому обязательно вот этот первый пункт это важнейшая составляющая для все его человечество на сегодняшний момент меня сейчас скоро выходит книга твой выбор большой игры а и там как раз у меня книга называется первый шаг и первый шаг человечества так как мы стоим на тонком плане первой ступеньки научиться думать прежде чем думать это важнейшая составляющая на всех курсах я обучаю как раз людей практически этому думать прежде чем думать программировать себя выявлять старые программы но для того чтобы их раскручивать и что-то там с ними делать еще больше их надо раздувать потому что вот эта структура внутри человека с негативной программе она скрыта от сознания и мы это вскрываем это очень бывает болезненно это смотреть на себя со стороны чуть там натворил в прошлом это не всех не все так легко одна моя клиентка тут недавно она верит в карму она верит в то что ничего просто так сегодня не бывает если сегодня что-то негативное есть то соответственно заработал это в прошлом и у ней муж муж ей с ней занимался магией в том плане там проклятие какие-то вещи там ну там в общем полный набор если кровь тоже его она очень хотела посмотреть вот что же она такого сделала а пошли хотели посмотреть прошлое не показали но есть сказали что нельзя что сознание будет болезненно реагировать на это то есть человек не готов ну мы поработали немножко по другой схемке поработали в конце вы даже уже не то что в конце мы уже закончили и и там хорошо очень плодотворно поработали с другими программами хорошие программы убрали сделали себе программку на будущее новых везде все старые программы отключили новые включили это панель у пик как раз очень хорошо получается а вот дальше дальше да что самое интересное когда закончилась наша консультация она мне пишет полина год не пришел ответ чего я сделала со свекровью там и с мужем и когда она увидела это ей как вспышка озарение пришло ну то есть она вот ну как бы консультации наши подготовилась что самое интересное у нее перед должна быть консультация у нее перед консультацией пропадает голос я говорю давайте перенесем на следующую неделю переносим на следующую неделю а густ тут же восстановился как перенесли за опять там сколько-то день или два я не помню у нее опять пропадает голос и я говорю ну надо не ну в общем я спрошу это связано с как-то с нашей консультацией она да я говорю ну тогда откладывать все равно смысла нет никакого надо короче заниматься вот и когда она узнала причину то что она сделала со свекровью прошлой жизни это для нее было откровением это была большая боль и она действительно это больно и действительно увидеть себя в таком негативном ключе не все готовы и вот здесь уже включается другой момент если ты сначала не поняла не понимал почему такие жесткие жесткие кармические уроки у тебя здесь когда ты понял зачем да понял насколько ты ужасен кавычка конечно да это здесь ужасно душа-то она у нас мудрая правильная и самые лучшие качества имеет это наше эго это наше тело дает такие качества которые мы должны здесь прорабатывать вот и здесь следующий этап открывается для человека как же справиться с чувством вины за то что ты это сделал ну вот так вот по тихонечку мы на курсы как раз и разбираемся сначала вскрываем свои прошлые долги а и денежные это в том числе это долги тоже достаточно серьезно ну то есть мы вот сейчас потихонечку пойдем и так значит первая ступень вот это да верху которой мышление бедного богатого то есть мышление богатого я бы сказала здесь дальше будет человека который на другом уже уровне сознания который это высоковибрационное мышление значит мышление бедного думает о том что ему не хватает а богатый знает что что убеждения материализуются это опять же в большей степени мышление высоковибрационного сознания следующий понтик третий считает бедный что богатые не нуждаются в нем а конечно другое мышление по со знаком плюс знает почему богатые в нем нуждаются четвертый пункт и думает как побольше сэкономить мышление бедного вот это важный пункт а мышление богатого естественно думает о том как больше заработать и мышление бедного пятый пункт убежден что деньги растут линейно чтобы удвоить заработок нужно вдвое больше работать а вот мышление богатого действительно человека который умеет зарабатывать деньги знать что деньги растут геометрично в геометрической прогрессии умело используют финансовые рычаги для умножения капитала. Это важнейший пункт, вот этот, пятый. Так, сейчас я переключу слайдик. Высоковибрационное мышление, денежное материальное богатство обретает свой истинный смысл лишь тогда, когда ему соответствует внутренний духовный мир человека. И вот когда это сочетается, друзья мои, приходит все, приходит все, что вы хотите, потому что вы волшебник, в буквальном смысле каждый человек, потому что он сам программирует сегодня свое будущее. «Стою на пороге светлого будущего, но присутствует какой-то страх и недоверие к себе», Олеточка Ермаков пишет. Друзья мои, это помехи тела, это кому интересно поработать, вот на LP-курс мы работаем со страхами, это как раз. Страхи – это инстинктивная защита организма, тела физического. Любой страх и недоверие к себе-то тоже, потому что есть выученная беспомощность, руки поотбивали нам в социальных кругах, это не дело, это не то, это упадешь здесь будет и прилетит тебе и так далее. И плюс тело, это самозащита. Самозащита. Поэтому здесь это все нормально, вот у меня девочки на курсах уже к этому относятся совершенно спокойно. У нас мы разделяем. Есть позывы, есть ум тела, есть ум души. Душа хочет развития, ум тела не хочет. Она хочет зону комфорта, чтобы все отстали, и вот ей было хорошо никуда не двигаться, это самое ей удобное состояние. Лень – это тоже, естественно, защита организма. Поэтому здесь нужно разделять и знать, как есть, представьте, ум тела и ум души, это в виде тандема лошадка и наездник, всадник. Вот всадник – это душа, которая вот хочет развиваться, куда-то ехать. Лошадка, она такая, знаете, вот кому-то достается вольная. Хочет, она идет, хочет, не идет. Вот ее кто-то напугал, там, не знаю, там кто-то сзади хлопнул или по попке ей чуть-чуть прихлопнул, она уже понеслась куда-то, всадник, ее, ну, как сказать, управлять ее не может. Только вот наша задача научиться наше тело через тело, это инстинкт, лошадка, всадник – это душа, он должен научиться управлять этой лошадкой, по сути своей. И еще есть такая составляющая, очень хорошее мы упражнение придумали, называется «Бобик камни». Потому что важнейшая составляющая нашего сейчас человечества, первый шаг – это научиться думать, прежде чем думать. Так вот, «Бобик» – это наши мысли. Он у нас бегает иногда, как хочет. Хочет туда, хочет сюда, они контролируемо. Знаете, взяли такого большого щеночка, хорошего, классного, потом вырос такой большой волкодав, и непонятно, как носится и чего он делает, что хочет, то и делает. Так вот, наша задача тоже, да, всадника, еще и с этой собачкой справиться. И, по сути, у нас даже есть такая техника – «Бобик камни». То есть, дрессировать своего «Бобика» мыслительный аппарат, чтобы он думал так, как нужно вам. Итак, у кого есть такое ощущение – страх остаться без денег? И вот это как раз привет от лошадки, от ума, тела. Сейчас мы будем немножко разбираться с энергией денег. Мы узнаем, что такое энергия денег. Ну, а пока страх остаться без денег. Есть такая ли программка? Все, что сейчас мы будем выявлять – это программы. Вы их записываете. Вот подходит вам день зарплаты, и вам сказали – денег не будет. Не знаю, там до какого-то, там какая-то есть задачка. И у вас страх, что вы останетесь без денег, у вас не хватит, и что делать? Есть. Кого нет, так и пишем. И вы записываете это в дневник мудреца. То есть, сегодня у нас тема – деньги. И все, какие программы вы себе сегодня найдете, вот с ними нужно будет работать. Это уже отдельная тема. Кто у меня на курсах, девочки, они прорабатывают на курсах, на LP, метафорические карты. Очень легко. Так, Лариса. У меня всегда есть денежный запас. Так, очень хорошо. А страх-то есть или нет? Здесь мы про это. Это очень хорошо, что есть денежный запас. Это прекрасно. Это подушечка такая. Страха нет, все стабильно. Танечка, замечательно. Олечка Ермака. Да, есть, но очень завуалированно. Проявляется в последний момент первым принятием решения. Ага. Нет. Вот Лариса прекрасна. У кого есть? Ну, молодцы. Вы для себя это отметили. Очень хорошо. Так вот, друзья мои, что же такое энергия и денег? А как вы думаете, вот у Лары есть страх и большой. Значит, друзья мои, что вы думаете по такой фразе энергия и денег? Что это такое? Сейчас вы мне расскажете, и я как раз туда и перейду. Ну, вообще, все, кто ко мне ходит, знают, что со страхом так интересно у нас. Кто у нас, у кого присутствует страх? И, соответственно, человек тут же по подобию спускается в низший астрал, в эгрегор страха. И там уже этот эгрегор страха начинает накручивать человека. То есть его бобик уже не управляем. Вот этим бобиком уже управляет эгрегор. Вашим бобиком. Так, Олечка Ермакова. Это река. С потомом можно справиться, а можно нет. Очень хорошо. Вот смотрите, вот все, что вы пишете, это опять программа. Олечка, обязательно вот это сейчас переписать себе. Хотите в электронный дневничок, хотите, так? Страх действия, Александр пишет. Очень хорошо. Ага. А это вообще, кстати, самый распространенный страх. Вот НЛП, кто у меня смотрел открытый урок? Сколько там страхов разных, самых страшных? Самый страх, самые страшные страхи у человека, да? Это страх будущего. Причем вот многие ищут сейчас предназначение. Сейчас, Леночка, вот наш энергетический потенциал, деньги. Очень хорошо, Леночка, молодец. Предназначение найти очень просто. Очень просто. У меня вот скоро будет тренинг 4 апреля. Кому интересно, забегайте на целый месяц. Найти вы его найдете. Я говорю, найти его легко. Можно по одному тесту. Я не знаю, сегодня, может быть, даже мы его пройдем. А вот дальше, друзья мои, страх действовать. Потому что очень часто предназначение совершенно разное. Оно не соприкасается с сегодняшним вашим видом деятельности. Это бывает радикально противоположный вид деятельности. Человека страшит, что ему нужно начинать все сначала. Это, первый, страх большого дела. Страх вот этих новых начинаний, страх будущего. Как там, что там, вообще непонятно. Потому что мозг боится. У нас много работает. Для него это серьезная энергетическая затрата. Ему хочется всегда поваляться. Под дурака повалять. И так далее. Например, очень часто ко мне приходят запросы. Я сама раньше так думала, пока не узнала, как работает наш мозг. Говорят, вот есть новое дело, какой-то новый проект. И любой человек, который рассказывал мне про себя, говорит, я не могу к нему приступить. Я и так, и эдак. Дотягиваю от него. Потом, когда, типа, вот, ну уже, а я, говорит, как влезу в него, сразу заканчиваю, все нормально, быстро. Да? Но оттягиваю до последнего. Это как раз говорит о том, что есть страх нового дела. Оно большой, такой большой слон, и ты не понимаешь, как его проглотить, как его съесть. Так, так, Олечка, у меня так. Не только у вас, Олечка. Это в большинстве людей, среднестатистически, процентов 80 с лишним, а то и 90 у всех людей. Просто они не в курсе, что это вот у всех. Они думают, что это вот я какой-то уникальный. У меня даже одна девушка говорит, это мое предназначение или нет, которое она делает. Потому что, говорит, есть вот, у меня заказ делают, я его оттягиваю до последнего. Все сроки пройдут. И потом, говорит, за два дня я его делаю. А до этого месяц был, и она не могла никак подойти. Это все, я ей легко объяснила, говорю, если дело нравится, получаешь от этого удовольствия, да еще деньги приносит. Это ваше предназначение. Но только просто это и есть особенности нашего мозга. Так вот с этим надо разбираться. Наша лошадка, вообще, знаете как, любые мои курсы, они интересную вещь дают человеку. Они, во-первых, налаживают связь с душой, налаживают связь с лошадкой. Вы познаете свою индивидуальную лошадку, потому что, мало того, у нее есть особенности, которые, ну, как бы, под всех людей подходят, особенности мозга. А есть ваши индивидуальные особенности. И вы изучаете свою лошадку. Наконец-то вы с ней встретились. Вы не шарахаетесь от нее, от этих страхов. Потому что боится эта лошадка. Ее надо успокаивать. Ее, наоборот, надо подкармливать нормальными ресурсными, позитивными вещами, успокаивать и так далее. И, конечно, вы как всадник налаживаете связь с тонким миром, потому что вот эта связь с тонким миром, с наставниками, с ангелом и хранителями, она дает правильное понимание, куда идти, куда не надо идти, какой путь выбрать. И если вы слушаете свою интуицию, вы выбираете тот путь, и он наиболее короткий. Вам не надо 10 раз наступать на тяжи грабли и биться в бетонную стену, в которой двери нет, а в которой дверь рядом. И вот это нужно различать, когда мысли приходят от вашей лошадки, когда приходят мысли от вашей интуиции, от вашего высшего Я, от вашей души, от ваших ангелов. Так, Ларочка пишет. Много слышала о потоке, но понятия не имею, что это есть страх, если прикоснуться, может ударить как электрическим током. прикоснуться. Ну, не знаю, Ларочка, о чем это вам там рассказали, по поводу... Вот, не знаю, это что-то такое интересное, конечно, надо с этим более глубоко разбираться. Поток этой грегор, ну, это вообще пребывание в социальных, то есть в полевых социумах. Это естественное состояние человека, все вы в них находитесь, это то же самое, как в эгрегоре, знаете, как бы... То есть есть группы социальные, семья, вот, например, в паре человек состоит, в отношениях, это уже группа, да, есть рабочий коллектив, есть, например, там народ, есть род, есть государство, есть планета. Вот все мы находимся в этих всех эгрегорах одновременно. То есть есть как социальные, вы их видимы, они видимы, да, их можно наблюдать, их можно видеть, а есть полевые, они невидимые. Они собираются точно по такой же, в принципе, структуре, только более, ну, как сказать, глубинной, сейчас объясню. То есть если вы находитесь в группе семья, то есть эгрегор семьи. Если вы находитесь в группе рабочий коллектив, в социальной группе, то есть в полевой социум этой группы, и вот эти эгрегоры, они собираются по нескольким критериям записывать, если кому это интересно. Это значит, они записываются, ой, собирается по критериям генетическая, генетика, ну, то есть род, народ, семья, все, что связано с генами. Родовая, вот карма, говорят, да, очень много знаете о этих вещах. Дальше есть государство, дальше есть религиозные какие-то мировоззренческие группы, рабочие, естественно, коллективы. Это все полевые социумы. То есть по территории проживания, значит, генетика, территории проживания эгрегора собираются, и по местному нахождению. Например, в автобусе едет человек, у них эгрегор автобуса. Потом он распадается быстро, человек все ушли, и больше его нет. То есть есть постоянно действующие, есть вот такие быстро собирающиеся, разбирающиеся. И, конечно, очень интересные эгрегоры по мировоззрению и мысли. То есть есть эгрегоры религий, это очень сильные эгрегоры, есть эгрегоры еще сильнее по подобию мысли. Например, если люди все боятся чего-то, есть эгрегоры страха, есть эгрегоры депрессии, алкоголиков, курящих есть. Они перемешиваются. Такая смесь интересная. То есть человек одновременно находится, как и в жизни в социальных структурах, так же и он находится в эгрегорных полевых структурах. То есть вот так разнообразно. Так вот эгрегоры влияют на человека очень сильно. Ну, сейчас в меньшей степени с 12-го года вот это уже отпустило нас эгрегорное влияние. И это доказано наукой. Виталий Крахалев, он, правда, загадочно умер в конце 90-х. Якобы он повесился, но говорят, что его каким-то образом вели или сделали с ним это. Не знаю, как точно. Но смысл тот, что этот человек доказал влияние эгрегоров. Он работал, он был психиатром, проводил много очень разных трудов, изучал, значит, как воздействуют мысли на человека. Именно человека, находящегося, например, в белой горячке. Он работал с алкоголиками. И, естественно, алкоголиков очень много там. Кто за ним, за чертю за ними бегают, кто-то еще там у них какие-то видения страшные, их мучают, да, голоса какие-то. И он в буквальном смысле создал такую комнату, изолированную с разных сторон. Бетон, бетон, какие-то другие там очень интересные металлические конструкции, да. Ну, практически туда не проходили никакие волны извне. Туда помещался человек с мыслями, вот этими, которые преследовали его. Да, не знаю, черти бегали, голоса какие-то. Как только он заходил в эту комнату, все пропадало. Как только его оттуда, человека, естественно, выводили, у него опять начиналось. И так это все подтвердилось. То есть практически у всех это так оно и было. То есть получалось, что влияние шло вот это мыслительное извне, из этих эгрегоров. Ну, уже пришло такое время, когда мы имеем право легко выходить из эгрегоров, те, которых мы хотим и те, которых не хотим. То есть мы имеем право выбирать эгрегоры, так как и социальная группа, вы хотите сегодня вот в эту компанию вы идете, в другую сторону вы вот эту не идете. Единственное, что нужно тоже различать вот эти внутренние голоса. Внутренние голоса, то ли эгрегор вам гладость какую-то говорит, негативную, то ли это какой-то действительно глубокий ваш внутренний голос. Это очень интересная такая система, но вот разобраться в этом стоит. Ну что, я так вратце рассказала вам о таких вещах достаточно серьезных, как энергоинформационное взаимодействие полевого социума. Александр, программа «Мысль, эмоция, тело, действие». Да, Саша, абсолютно верно. Так, ну что, мы идем дальше. Мы идем дальше. Энергия и денег. Что же это такое? Изобилие располагается на уровне иметь, процветание на уровне быть. Процветающий человек не обязательно живет в изобилии, ему известно в глубине души, или вот такое, знаете, внутреннее состояние уверенности, очень сильное, что у него всегда будет то, в чем ему нуждается. У меня с самого начала в моей жизни всегда я знала, что я всегда заработаю себе на кусок хлеба. Никогда не останусь без него. Эта уверенность, она базировалась, естественно, на неких знаниях, на практике, на прошлом. А, естественно, когда я, ну, когда я выросла маленькой девочке, откуда я это знала знаний, друзья мои? Ну, не с детского же сада я занималась этим. Нет, конечно. Если внутри состояние, вот как многие знают, что есть Бог, вот им не надо доказывать там какие-то научные данные, они знают, что это есть, что высшее начало есть, что есть связь у него и так далее. Так же у меня было и с этим же составляющим. Я знала, причем я выросла в СССР, это была достаточно атеистическая страна, и нас приучали к атеизму очень жестко. Водили нас, помню, в школах на фильмы атеистические. Вот кто там был, тоже должны вы это помнить. Где вот кому сейчас лет 40, 45, 50, естественно, старше. Вот, но я всегда знала, что есть высшее начало. Я всегда с ним разговаривала, ну, по сути, с ангелами, своими наставниками. Вот, всегда как-то была на этой связи. Мне не нужно было никаких доказательств, что это есть. Ну, вот это состояние, что я всегда смогу заработать денег. Ну, то есть эта уверенность, опять же, идет из прошлой жизни, что этот опыт просто есть оттуда. Поэтому процветание, в принципе, это является состоянием души. И противоположность процветания является бедность, которая также является состоянием души. Это состояние человека, который верит, что ему не хватает необходимого, и он постоянно страшится остаться вообще без всего. Некоторые люди говорят, если не беспокоятся по поводу денег, то как я могу быть уверен в том, что мне их хватит до конца месяца или прочих каких-то сроков. Не беспокоиться о том, что не будет денег, это не означает ничего не делать, это разные вещи. Или, например, также, кстати, некоторые говорят, не беспокоиться о близких. Тогда, типа, вот ты как-то о них не заботишься. Так вот, друзья мои, вы знаете, когда вы беспокоитесь о своих близких, вы программируете им худший вариант. Например, внучка задерживается, и бабушка начинает проигрывать сериалы с ее какими-то негативными сценариями. Когда там, не знаю, девочку изнасиловали, девочку попало под машину и прочие какие-то интересные вещи. То есть такие программки. Вот так и бабушка делает медвежью услугу для внучки. Хорошо, если внучка, там у нее достаточно сильное биополе, и как-то внутреннее мышление у нее позитивное и так далее, на нее это не так повлияет. Но если у внучки есть подобные какие-то программы, то это может срезонировать и очень хорошо прибавить негативные ситуации на самом деле. То есть человек, опять же, возвращаясь к той мысли, что первая наша задача научиться здесь, сейчас мы стоим на тонком плане, на первой ступени тонкого плана, научиться думать, прежде чем думать. То есть мы должны всегда предпринимать действия для того, чтобы иметь необходимые какие-то блага, деньги и прочее. Но при этом нужно спокойно вести себя, спокойно думать. И, естественно, чем больше человек беспокоится о этом, тем больше он спускается в низший астрал, низшие игры-игры по подобию тут же, по подобию он вибраций. И здесь нужно просто учиться себе ставить нужные ресурсные убеждения, работать с внушениями и работать с такими позитивными программами, чему я обучаю на курсах. То есть, по сути, с вами работаем, программируем себя на будущее. Постоянно испытывать беспокойство, это пагубно воздействует, естественно, потом выходит и на здоровье физического тела, эмоционального, ментального, ну и вот прочих, прочих, прочих. То есть сами ставим себе блоки, а потом удивляемся, почему у нас ничего не происходит. Деньги – это постоянно циркулирующая энергия, это тоже эгрегор, это тоже достаточно, не достаточно, а он вообще мощный, потому что энергия, то есть деньги это имеют все, но вот в каком вы эгрегоре денежном, то они тоже подразделяются на структуры, соответственно, это будет зависеть от того, как вы думаете и что вы делаете. Вообще, в идеале энергия должна свободно циркулировать, а большинство людей блокирует ее. Это относится к любому эгрегору, также и денежной энергии, то есть не эгрегору, а к энергии. Денег и так далее, и так далее. То есть это вот не важно, что, то есть энергия, она всегда должна циркулировать очень хорошо. Так, Лена Финяковская. Да, я понимаю, даже книга была с ответами на вопросы по атеизму. Да, 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 да. Надинка пишет, я тоже думаю, что зарабатывать всегда смогу. Вот два года, как деньги где-то затерялись. То есть нормальный процесс надежды, что есть такие развилки, у меня тоже такое было. Я не сразу пришла, то есть я свое предназначение нашла, я долго занималась это совершенно, совершенно, можно сказать, бесплатно на нуле. А потом уже разбиралась, я работала отдельно с денежным потоком, вот с этими эгрегором, выявляла свои программы. Когда я проработала все свои программы, выявила их, да, то, соответственно, все у меня открылось. И не только программы, там я много работала. Сейчас объясню, в чем успех успешных людей. Они, если у них в одну сферу тыкаются, у них не получается, вторую, третью, пятую, десятую, не сферу. Вот, знаете, на примере, в чем была уникальность Эдисона? Да, Эдисон у нас изобрел лапочки. Его, вот, внутреннее убеждение. Когда он делал, там, не знаю, лампочку эту, в тысячный раз, когда у него не получилась лампочка, у него было следующее ресурсное убеждение, что я знаю еще один способ, как нельзя сделать лампочку. понимаете, разницу, как мыслит человек, который придет в тупик и дальше не идет. Так вот, что-то подобное было со мной. То есть я, когда что-то делала, я принимала какие-то действия, так, так, так пробовала, я понимала, что я знаю еще один способ, как нельзя заработать денег. Но я знала, что он есть, и я постоянно шла вперед. То есть вот упал, идешь дальше. Даже не упал, это просто, знаете, как такая остановочка определенная, которая нужна. Как избавиться от этих мыслей? Это очень легко, Настенька. Вы просто, когда ее поймали, ее нужно видеть. Основная часть их не видит, этих программ. Как не видят? Например, сейчас те фразы, которые вы будете здесь читать, вы думаете, это просто слова. На самом деле это программы, это автоматические программки, которые сидят глубоко, они работают сами по себе. И, кстати, это работает очень здорово, очень капитально. Так вот, надо, когда вы ее поймали, ее нужно переделать ровно на 180 градусов. Внушение себе, и после этого нужно верить в это. Внушили себе новую позитивную программу на 180 градусов, и, соответственно, сделали это через визуализацию, как будто вы просмотрели образ будущего. То есть это вот простая схема. Другой вопрос, как это вообще к этому прийти, если человек вообще никогда не занимался своим мышлением, никогда не занимался перепрограммированием своей мыслительной части, вот и ментала. Тогда, пожалуйста, на курсе вы можете это сделать легко и быстро, за пару месяцев вы научитесь этой схеме, и действительно там пойдут колоссальные изменения. У нас у девочек, вот сейчас НЛП у нас заканчивается последнее занятие, но это потрясающий курс на самом деле. Это как раз вот работа с программой. Оно так называется нейролингвистическое программирование. Вы выявляете старые программы, делаете себе ресурсные программы, и запускаете их, они начинают работать, и действиями вы укрепляете их. То есть там разные действия. Так, Ольга Ермакова нам пишет, да, но несмотря ни на что, мы знали, что есть Бог, высшее начало, и знала, как работает молитва. Да, есть такое. Вот это внутреннее состояние, ее никто не вытравит, если оно есть. Так, Ева Петрова, деньги на самое необходимое всегда есть, а вот больше денег зарабатывать не получается. Но мы сегодня сейчас и дальше пройдем, будет еще много интересного. Линочка Маркуш пишет, да, я смотрела мультфильм про Эдисона. Супер. Ну, считали, его же выгнали из школы. А знаете, какая у него мамочка была замечательная? Его, когда выгнали из школы, ему дали, то есть маме дали записку. Выгнали за то, что вот он не справляется, он плохо не успевает, думает не так, как надо, и так далее, и так далее. И когда мама увидела вот эту, значит, ну, то есть когда она сходила, ей передали эту записку, она приходит домой, и ей надо как-то сыну-то объявить, что он теперь не будет ходить в школу. А ему сказали, вашему сыну лучше обучаться дома. Она, значит, приходит и говорит, сыночка, ты знаешь, мне сейчас в школе сказали, что ты у меня такой уникальный, что ты у меня такой замечательный, что вот то образование, которое дают в школе, оно не под себя. Тебе нужно уникальное какое-то индивидуальное обучение, и мы с тобой какой-то найдем лучший способ. Представляете, какая у него мама была замечательная, как она верила в сына, как она берегла его психику и прочее. И вот это он только узнал, когда он стал очень взрослым мужчиной, уже достаточно известным в своей сфере. Он копался в документах, нашел какой-то альбомчик и нашел эту записку. Но он всегда думал, что он был уникальным. Ну, он действительно уникальный. Это у него шизоидный тип мышления по методике 7 радикалов, если так смотреть. Вот, это не диагноз, это не ругательство, это определенный тип мышления, который обладают изобретатели. Вот. И так далее. Так, Александр, то есть деньги есть всегда. Уже из контекста ушло. Александр, не знаю, в каком контексте сказали это. Так, ну что, негативные программы. А, вот, наверное, по этой, по слайду, да, я поняла, мы подошли же. Фраза, нет денег, не смогу зарабатывать, ни в деньгах счастье, ни жили богато, ни строго, ни меня не любят. Друзья мои, ну-ка, давайте смотрите, значит, не только свои программы, но и вспоминайте, или ловите в течение недели программы негативной по поводу денег. Спросите своих родителей, какие у них есть, то есть что они думают про деньги. Если вы выявите у себя эти программы, почему я говорила, сегодня нужно записать, это начало тренинга, и вы начинаете сами работать самостоятельно. То есть легко. Работайте. Если не хотите самостоятельно, пожалуйста, на курсы приходите, мы с этим работаем. Значит, что ищите свои программки. И если что-то у вас приблизительно есть и у ваших родителей, если у родителей есть, у бабушек и так далее, то побольше вероятности это же есть у вас. Это и генетическая предрасположенность, уже программы передаются, это тоже доказано. И, соответственно, естественно, конечно, они могут быть скрытые. Так вот, скрытые еще, кстати, хорошие примеры в жизни. Например, люди не знают, что у них есть программы, а они их выдают автоматически, не понимая. Девочка молодая, друзья молоденькая, прям маленькая, миниатюрная красавица, хорошенькая, в Сбербанке помогает людям там с этим. Сейчас много же в Сбербанке, да, там девочки сидят, но в России. И вот она, значит, стоит, помогает большому, вот такой мужчине, большой такой мужчине по сравнению с ней, да, он там что-то тыкает в банкомате, и у него не получается. Она ему, значит, помогает, 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 что-то там опять не получается, она ему помогает. Он, значит, там чек у него выпадает, значит, там, и падает на пол. И она автоматом ему, значит, выдает. Но почему все мужчины такие свиньи? Причем с таким, знаете, внутренним возмущением. Знаете, мужчину, вот, видно, что он подкаблучник сразу, потому что он даже ей ничего не сказал, он не знаю, взглянул, не взглянул, Хороший такой высокоранговый мужчина бы ее поставил сразу на место Девочка, язык придержи, да, или так далее Но это какая программка-то, друзья? Это о том, что я думаю, что это не ее собственная Хотя ее собственная обязательность в прошлой жизни Тут уже и включили ей эту программу ее родители Видно отношение к мужчинам такое То есть это произошло помимо нее Это знаете, как на автомате Она, может быть, этого не хотела, потому что это чужой мужчина Неизвестно, как он отреагирует Но у нее вот это на автомате пришло Просто вот такие фразы, когда у вас вылетают, это все программы Как перепрограммировать маму? Не надо маму перепрограммировать Маму оставьте, всех оставьте Программируем только себя Когда вы перепрограммируете себя, поверьте мне Все, кто вокруг вас, подтянутся Это делается тоже грамотно на наших курсах И обучая, как правильно обучать своих близких Но это делается экологично Не вмешивая их негативно А мы просим о помощи, чтобы нам помогли Мы просим о помощи, чтобы нам помогли нам измениться И когда мы просим помощи, они автоматически входят в эту игру Это такая интересная веселая игра По выявлению каких-то негативных программ Все, а когда человек играет в эту игру, хочет и не хочет Он перенимает позитивные программы Это все просто Оля говорит, причинять добро нет смысла Да, у психологов есть такая поговорка Причинить добро Поэтому мы, как я говорю, оставьте своих своих близких Они у вас в тандеме На энергоинформационном уровне они всю эту информацию получают Они замечательно все это знают в подсознании Когда надо, они созреют Просто нужно важно здесь понимать Что каждого свое время и путь созревания И вот сегодня он никак А через полгода он вам выдаст вашу фразу Которую вы полгода назад говорили Не важно, кто родители, дети Дети, кстати, быстрее А вот близкие, они чуть позже Это всегда Мы меняем фразу программирование себя Заменить на То есть мы, вот те были фразы, да, предыдущие Нет денег У меня всегда будут деньги Столько, сколько хочу А сколько хочу Это уже другой, следующий вопрос Всегда смогу заработать Да, если первое, то не смогу заработать У меня не получится Всегда смогу заработать Это надо сначала на уровне мысли работать, друзья Если, это знаете, как вот Убеждение, это сродни гусеницы А вот, значит, голова гусеницы Это внушение А тело, это дело И вот если гусеница Вот я не могу Вот она думает Я не могу Значит, тело стоит на месте Нету команды двигаться Да, сигнала к телу нету Если вы же говорите Я всегда могу заработать Ага, тело готово двигаться Скажи, куда Что делать И так далее Это вот у меня принцип гусеницы Как работает убеждение То есть это два момента Дальше, значит В предыдущем файле было Не жили богато Не стоит начинать Другая программка Любое время стоит Начать жить в достатке Или, например Деньги меня не любят С деньгами у нас любовь Или любовь Или что-то типа такого Ну и вот так Это то есть вы Выискиваете программки негативные И, соответственно, перепрограммируете Сначала на уровне мысли Потому что без мысли Без начальной команды Ничего не происходит Вы должны дать руке Чтобы она поднялась Сигнал Вот тогда она поднимется Нету здесь сигнала Рука будет лежать Все просто Дальше у нас Накопительство Тоже интересная система И тоже такая Зачем копить деньги? Если копим, то на какие цели? Вот сейчас отвечайте на эти вопросы Накопительство без цели Вселенной деньги забирает И не копить, а тратить Чтобы денег плавно протекало Например, очень часто Казалось бы, такие божьи одуванчики Дедушки, бабушки Копят, копят Кто 50 тысяч Как они говорят На последний день копит Кто там 100-200 Потом приходят такие Злые дяди и тети Мошенники И почему-то у них отнимают эти деньги Ну, в виде социальных работников И так далее Это очень распространено Вот это как раз Накопительство без цели Третье Ну, там И так далее Просто От любви к искусству Вот если от любви к искусству Копите Просто так Чтобы были Вот так хорошо вместе с ними живется Прямо нагреет душу То это все равно Вселенная заберет Потому что деньги должны работать И зачем копим деньги? Вот это важная вещь То есть Нужна цель И цель должна быть Конечно, экологичная Хорошая Так, Леночка Бугаева пишет Да, остановить Оставить в покое Можно Но вслух Озвученный негатив Все равно же работает Нет денег Например, программы Работают на семье Так или иначе Или ходим И убирать Постоянно стерто-стерто Нет, Лен, не надо Еще раз говорю Не надо Стирать чужие программы Это их урок Они должны сами дойти до этого Мы можем Вот смотрите Оставляем мы их Вот если ты веришь Что их программа работает на семью Это тоже программа Вот смотри Это же тоже программа твоя Она добавляет сюда масло в огонь Твоя должна Программа отличается позитивно Ты ее должна усилить максимально По всем модальностям Как мы это работаем А, ТНЛП Ну, ТНЛП проходила Вот И так далее И здесь ты должна Сформировать очень мощную программу Вот знаешь Ты как должна быть руководителем То есть если ты Главное лидирующее Звено в семье Например Или одно из главных То, соответственно Твоя программа Будет позитивнее На каком-то уровне Перепрограммировать Поэтому здесь Обязательно Во-первых Не надо негативно реагировать Ты тогда спускаешься В низшие астралы И это плохо действует Ты должна выстроить Свои неправильные программы И каждый раз Их озвучивать Вот и все Так На путешествия На машину РАВ-4 Отлично, отлично Вы пишите сейчас для себя Вы просто Вот цели А мы сейчас еще узнаем Экологичность цели То есть это следующий этап Пока вы пишете Зачем вы копите Это очень-очень интересно Да Цель Копить можно Но цель должна быть А вот дальше следующая Это цель какая должна быть Она должна быть Позитивной Экологичной И вот там Какой-то еще интересной Тогда это будет Более правильно Так Не копить А тратить Помним, что деньги Это постоянно Циркулирующая энергия И секрет изобилия Заключается в том Чтобы позволить Этой энергии Свободно циркулировать А не блокировать ее Как это делает Большинство людей Помните Помните об энергии Обмен деньгами Это обмен энергиями И ваш вклад в общество Деньги придуманы Как средство обмена Или приобретения блага В нашем материальном мире В обмен за оказанные кому-либо услуги Вы получили деньги Необходимые вам Для покупки Например Чего-то Книжки Какой-то Ну простая книжка Вот вам очень нужна Покупая ее Эту книгу Вы заплатили За энергию Которую многие люди Должны были затратить Для ее выпуска Автор книги Например Он затратил Ну Свою энергию Когда писал Редактор Который проверял Эту книгу Корректор Который проверял Там Не знаю Там картинки Кто делал То же самое Издательство Которое выпускало Тратило Свою энергию И потом Естественно Когда вы купили Эту книгу За денежку Вы передали Автору Этому Этой книге И потом Автор использует Эти деньги Для оплаты Затраченные Кем-то Да И так далее Образуется цепочка Цепочка Вот этих Обмена Энергиями Вот почему Можно утверждать Что деньги Это постоянно Циркулирующая Энергия Друзья мои Понимаете О чем смысл И когда Вы просто Не купили Книгу А вы Ее Бесплатно То есть Вот у нас Халява Будет Такой момент Очень хороший Когда человек Только Берет Все халявное А ведь Он взял То есть Он не отдал Часть своей энергии Тому человеку Который затратил На те какие-то блага На те какие-то вещи Которые Это получается Неправильный Обмен Энергиями Вы только Получаете Ничего Не отдаете Так Оля Хотелось бы И зарабатывать Так же быстро Ну друзья мои Этот баланс Вы должны Выстраивать Сами Этот баланс Тоже очень Важно Нужен Это неадекватно Когда вы Тратите Быстро Потом вам Не хватает И вы сидите На На горохе Или на каше То есть Тоже просто Ваше Такое Ну сказать Ну Пока не спланированное Нормальное Отношение К этой системе И вот Правильно Что хотелось бы Зарабатывать Так и хотите Начинайте с этого Олечка пишет А как относиться К подаркам Дорогим Например Вчера Мне подарили Ювелирные украшения Ощущение Что обязана Что Так Ощущение Что Обязана Так нет Или обязана Вот здесь Последний нет Что обязана Нет Его нет А то есть Вот это вот Обязательство Да Друзья мои Это другой вопрос Рождение Вселенной Опять же В контексте Каком Если это вам Мужчина Дарит Например Я же не знаю Контекста Да Это вырвано Из контекста Это здесь Разный вариант Если мужчина Вам дарит Которому Вы нравитесь То Это конечно Дорогое кольцо Это предполагает Подсознательно Что мужчина Ну подбивает К вам Подбивается В более близкие отношения То есть Естественно Женщина Здесь уже Как-то Если она принимает Она значит Обязана Если же Это не Какой-то Я знаю Вам просто Подарок Поощрение Что вы кому-то Что-то сделали И вам пришло Это просто Как от души Это конечно Подарок вселенной За то Что вы сделали Хорошее Это нормально Это с радостью Принимайте Пользуйтесь Дарами вселенной Это поощрение Это классно Просто нужно Различать Контексты Ева А если понимаешь Что данная услуга Не стоит Таких больших денег А ведь Просят Завышенную цену Так ваш выбор Ева Хотите Покупайте Хотите Не покупайте Это чисто Ваши отношения Это ваше Субъективное мнение Откуда вы знаете Как там затрачено Не нравится Не берите Есть другие предложения Берите то Которое нужно Подруга подарила Олечка Да прекрасно Значит Это вам вселенная Через подругу Дает поощрение Чудно Не напишет У родителей Есть вклад на похороны Как его переименовать Хороший вопрос Ну друзья Давайте Вот у меня здесь Учеников полно Сейчас они Скинут вам Ответы Мы всем Общим эгрегорам Подумаем Как же правильно Его переименовать Леночка Если я Скачала книгу С интернета Она есть В свободном доступе Я благодарю Авторов И человека Которым разместил книгу Это циркулит Энергию Да Леночка молодец Вы хотя бы должны На тонком уровне Отправить Автору Благодарность Если есть возможность Отдайте ему отзыв Отзыв иногда Специально размещают Бесплатные книги Для отзыва Отзывы Ну практически Никто не пишет Я всегда Выпрашиваю Эти отзывы Регулирую людей Потому что Это очень важно Автору Вот если вы Оставили отзыв Считайте Что вы сдали Ему Плату Очень хорошую Ну это в основном Я вот опять же Считаю это По своему опыту Но это Многие размещают Для того чтобы Это Дайте хоть Строчки Три Чем вам понравилась Эта книга Что она вам дала И благодарность Автору За то что он Потратил свою энергию Это Отдача Не важно Вы отдаете Это материальное Вы затратили Энергию Вы посидели Вы написали Вы потратили Даже большую Энергию В том плане Что вы дали Благодарность Человеку Энергию Благодарности За что вам Тут же Вселенная Даст Приток Новой Какой-то Энергии В виде чего-то У меня тоже 80 с лишним До 90 Наверное Процентов Всего бесплатного Друзья мои Да И если вы Напишите мне Какой-то отзыв О вебинаре Или как Это будет ваша плата Она вам Стоит мало Но это будет адекватно Это всегда Вы приучаете себя Просто уже Ну К взаиморазвисчету Это кстати Эпоха водолея Будет Обязательной Ну то есть Все будут понимать Что это действительно Надо что-то отдать Ну надо Отвыкать От эпохи Рыб Когда все было Индивидуально Каждый тащил Одеялку На себя Вот И больше Его ничего не интересовало Так Лариса Как расценивать Частичную потерю денег Отложенных на банков За обучение дочери Это карма Скорее всего Как вариант Не факт Что так Скорее всего Карма Или же Вам знак Очень серьезный Или вы Не туда Хотите Это Чье решение Ларис Обучаться Дочери Есть ли желание Там обучаться Как вариант Я не знаю Но может Если это ваше Решение А не дочери Надо узнать Вообще Совместно А вот она хочет Потому что Родители так дают Что без вариантов Да Уже как бы Знаете Вот как Расстрою маму Или так далее Так вот Надо узнать То ли это направление Для ребенка Хочет сама Но хочет сама Здорово Значит Это что-то уже Кармическое Значит Нужно выяснять Причины Это уже более глубинно Так точно Не раскроешь Это контекста Нет никакого Все ответы На все вопросы Есть у вас Работайте со знаками Вселенной Как я этому обучаю И вам придут ответы На этот важный вопрос Значит Халява Присвоение чужого Сейчас водички Влотну А вы мне пока Ответьте на следующий вопрос Кто сейчас Присваивает чужое В любом виде По честному Вот по честному Десять баллов Давно уже Ничего не присваиваю А ноль баллов Естественно По полной ворой У всех Но кто признается Прилюдно Шутка Сейчас я объясню Еще какие есть Состояния Присвоения чужого Это не обязательно Может быть Конкретно денег Это кстати Может быть По мелочам Так Лариса Сдача квартиры В наем Это заработок Или присвоение Это определенный Заработок Да Это нормально Это экологично Для всех И для вас Это как поощрение То есть Получать лишний доход Единственное Что я бы советовала Не То есть Все равно Человеку нужно Развиваться Нужно работать Если некоторые люди Полностью сидят На квартирах И вообще Ничего не делают Вообще Вы знаете Какое-то Они не работают Одно дело Можно работать По своему предназначению Можно развивать Свою любимый Вид деятельности Это другой вариант Человек идет Получает доход Все он занимается Своим делом Классно Но если вообще Человек прожигает жизнь Просто так Ест, пьет Развлекается Вот это Это тоже Как бы знаете Как вынимаешь Это может быть Кстати и поощрение С прошлой жизни Он много трудился Ему тут дали отдохнуть Но если человек Загнивает Вот в болоте Такого Неразвития Соответственно Здесь это тоже Может сказаться На будущую жизнь По-любому Нужно что-то двигаться Нужно продвигаться Вперед и так далее Это очень важно Так Леночка пишет Нелицензионный Виндус например Тоже присвоение чужого Смотрите друзья мои Хороший вопрос Я стараюсь покупать Если есть у вас деньги Если у вас нет денег Вам нужно работать Вам нужно это Приобретайте то Что есть бесплатно Но все равно Хотя бы как-то Виртуально Благодарите Если у вас есть деньги И вы можете затратить Лучше купить Я стараюсь покупать То есть если у меня Есть возможность Купить какой-то Не просто бесплатный Там антивирус Я его покупаю Это Потому что Это закон кармы Здесь забрал Бесплатно Здесь тебе назад Книга Музыка Фильм Опять же Друзья мои Благодарите тех Хотя бы на тонком мире Отзывы И так далее Из книги Из интернета Гришна Благодарите Вот есть оно бесплатно Благодарите тех авторов За тот труд Который они делали Хотя бы начинайте с этого Это новая привычка Вот Просто помните Значит Закон вселенной За все платит сам человек Вот и все Если вы хотите Чтобы вы Благодарим вас Спасибо Олечка Спасибо Мне приятно Спасибо Спасибо друзья мои Если вот тут Выбрали Вот завтра Завтра все равно Придется с этим расплачиваться Сдачу например Кто-то вам передал Я всегда Если мне передали Да я вернусь Приду Ну если уж совсем В другом городе Ну не знаю Если буду мимо проезжать То отдам Но так в основном Я Как его Единственное что Знаете Такие моменты Я вам сразу признаюсь Например Едем на юг Есть поле кукурузы Кукурузы Да Много Хорошо Я заранее Что Ну Не было там Хотя там вареное Продавалось Но я не помню Зачем мы набрали сырой Я в поле зашла Я поблагодарила всех людей Которые это делали Потом я сказала Своим англом Я говорю Друзья мои Возьмите мне покарми Что мне адекватно По этой плате Пусть заберут Я знаю заранее Что у меня заберут Но я набрала Это подсчет Какую там Не знаю Сколько кукурузов Мимо Немного Там не знаю 5-6 Да Все И поехала дальше Я знаю Что мне заберут Вот единственное Что вот так Вот это У меня еще Не знаю Нужно Не нужно Но вот так Я так поступила По крайней мере Да Я знаю Что это заберут Но вот так А если деньги находишь Это поощрение Как правило Кстати то что Вот нам некоторые Плохая примета Деньги находить Друзья мои Это все программа Сколько раз находила И все было замечательно И так далее Находите это поощрение Вселенной вас за что-то Это классно Радуйтесь Или какой-то клад нашли Это может быть вообще Клад бы Клад бы Может быть Ваш собственный клад Из прошлой жизни Ваших родственников А может быть поощрение Ну может быть что-то и другое То есть это не обязательно Настя А если денежная активация Вот в этом не разбираюсь Что такое активация Настя Мне вот расшифруйте Переходим из одного В другой Понимаю Что это тоже непросто Как найти программу Так Сейчас не поняла Про что там А если в магазине Продали Просроченный Или испорченный продукт А потом там же Дали лишних денег На сдачу Друзья мои Ну все надо вернуть На свои места Значит Что вы должны сделать Это для ленивых Взять сдачу И просроченный И так далее Ну поймите Что нужно Всех людей Привлекать к ответственности Если просроченный продукт Значит нужно Можно сказать Уличить тех людей Которые делают Нечество Это карма Мы их должны Не поощрять В этом зле А наоборот Пресекать Только знаете В следующий раз Это не делали Поэтому пойти вернуть Сдачу И вернуть этот товар И пусть вам вернут Все по-честному Все-таки Не надо лениться Лишний раз Вот это вы должны Здесь же в два Две стороны Если вы знаете Что вам Как сказать Люди распространяют зло А это и есть Вот на нечестной торговле То соответственно Вы И вы знаете Это конкретно То есть вы знаете Что это действительно так И вы поощряете Распространение Этому злу Это другой Это другой Вид Минусы к вашей карме Понимаете Мы ответственны Должны быть За наше общество То есть мы тоже Должны на него Воздействовать А у меня жена Отняла дом Аукнуться Вот Хороший вопрос Саш Здесь нужно разбираться Почему она отняла Всем аукнется Сразу говорю Да Карму От кармы Еще никто не убегал А другой вопрос Возможно Вы ей должны были С прошлым И она Просто отбирает У вас То Что вы ей должны Не факт Что вот это То есть Это может быть Ваш дух Вот просто В жизни Вы сделали Что-то подобное В этой жизни Вы Это очень часто Очень часто В регрессию хожу Такие вариантов Очень много Олечка пишет Финшуй и прочее А что с финшуй Там Финшуй у нас Все равно вопрос Не поняла Про финшуй Что у нас Финшуй А что там с финшуй У нас Что-то у нас там Бесплатное Так сейчас Выигрыши в азартные Игры лотереи Это тоже Почтение вселенной Да Это может быть Почтение Смотрите Вариантов может быть Много Как вариант Выигрыш То есть Почтение вселенной Это может быть Некое испытание Вот кстати Очень много Ведь большие Выигрыши Выигрывают Те люди Которые не умеют Работать с деньгами Им даются Миллионы Они каким-то образом Их просто Вот профукают Они ничего не делают Мало Потому что Это даже есть статистика Это даже передача была То есть Там показывали Несколько людей Им достались Даже в России Вообще Не говорю про Америку У них там Все по-честному Достались Вот эти вот Миллионы Кто-то Кого-то убили Кого-то пропил Кто-то Там не знаю Там еще что-то случилось Такие вещи Один человек Такой достаточно Ну такого Знаете Купеческого склада Он построил Дорогу в деревне Он там себе Что-то сделал Ферму И так далее То есть Пошло на благо Все Опять же Это как Некое Такое Ну не то что Испытание Испытание Не любую Такое слово Говорит Ну то есть Человек должен Пройти Это вот Хотел счастья Получил В этой жизни Он должен Каким-то образом Посмотреть на него Как он с этим Распоряжается Так Дальше Про халяву Еще Вам сразу Иначе Очень классный совет Друзья Не на Делайте так Как сами Это я делаю Чисто Вот это Да Я говорю Возьмите Сколько Адекватно Ну это мелочи По большому Если таких вещей Не А то Муж тоже Засмеялся На мою А другой В банк Придет А потом Скажет Возьмите Потом Из моей Кармы Сколько Это В принципе Каждый человек Так волен Делать Если он знает Что карма Она все равно Ее заберется Но с другой стороны Это конечно Не распространяется На еще Ну чем больше Естественно Вы забираете Тем больше Это карма Себе усугубляется То есть Злоупотреблять Этим точно Не надо Так вот Друзья мои По поводу халявы Есть еще Другие виды халявы Очень интересно Никто здесь Это не отметил А я вам сейчас Расскажу У меня были Случаи Серьезные Жизни Когда Ну знакомые Когда Например Присваивали льготы Вот у кого Есть льготы Те которые Вам не заслуженно А вы Где-то оформили И вам идет Капает денежка Например Инвалид Там какой-то Меньшей группы Делают Инвалидность Большей группы Конечно Ему и денежка Больше Лекарства Какие-то И так далее Но что самое Интересное Во-первых Он себе Программирует Эту болезнь И вот эта Женщина Которая у меня Знакомая Была Она в итоге Себе Спрограммировала Именно ту Группу Которые Которые Она вот себе Льготно сделала То есть могут Забрать не деньгами То есть поймите Что если вы взяли Что-то чужого Вам заберут Или деньгами Или здоровьем То есть возьмут Самое дорогое Что вам Актуально Это могут взять Даже здоровье детей Это может быть Родители Это может быть Кого угодно Но все взаимосвязано Кармически обусловлено То есть это Возьмут Самое дорогое И в тот момент Когда вам Это очень важно Или например У вас деньги были На одно Вы взяли Не знаю В прошлом Там у кого-то Чего-то Долг не отдали Вы например Вот на учебу Там кому-то Ребенку собирали И потом И потом эти деньги Хоп И исчезли Так вот Возьмут Тогда Когда вам Актуально Чтобы вы Это прочувствовали Как следует И это Платное обучение На самое дорогое Самое запоминающееся Поэтому Ниночка Это какая-то связь Цепочка Какая-то Танзеля Однажды В книжном магазине На полке У кассы Нашла Тысячи рублей Я их Вернула Кассиру Задала вопрос Почему я их Нашла А до этого Увидела Шкаф А шарф Который мне Понравился И он стоил Тысячи рублей Шла и думала А может Мне Веселина Через кого-то Решила Сделать подарок Танзеля Очень возможно Действительно Очень возможно Вы знаете Вот смотрите Здесь если вы Нашли ряд Деньги Никого Рядом Хозяев Нету явно То на мой взгляд Это моя чистая Субъективная Точка зрения Это можно взять Даже если В магазине Это было У меня мужа Тут недавно Случай был Он нашел Пять тысяч рублей Вселенная Вот так ему Значит Подкинула Но нашел Он У машины Своего там Друга Причем друг был С другой стороны А он садился В его машину И он раз так Дверку открывает И тут лежит На улице Естественно Они в грязи Там вода Дождь идет Он раз так Вытер И это Естественно Он их взял себе Тот не терял У него все нормально То есть это не его Это они уже давно Там лежали Потому что подохладили Машине Только-только Так вот тот друг Говорит Давай делиться Ты нашел Мои машины Это тоже был выбор Понимаете Так интересно Всякое такое можно Леночка Я однажды выиграла Турнир По покеру Очень нужны были Деньги на тренинг Получила именно Эту сумму Леночка Так это другой вопрос Это очень часто Мы делаем запрос Вот кому хочется На мои курсы Денег нету Простите Вселенная Она вам даст Всегда У меня вот таких У меня таких случаев Подобие Как у тебя Очень много Причем До копейки Вселенная дает Например Девочка у меня Одна Значит тоже Мне написала Говорит Ха** Запишись Кстати у меня Так было Я когда пошла Университет практической Психологии У меня не было Денег Я думаю Ну запишусь Делов то Отказаться Всегда смогу Да Через три дня У меня появились Деньги Неоткуда Сами перешли домой Вот так Вселенная Если это выгодно В ваше направление Соответственно Оно обязательно Обязательно Даст Даст вам ту сумму А девочка у меня Тоже интересно Говорит Тоже денег не было Потом она Вспомнила Что она за детский сад Там какая-то Компенсация Ребенку приходит Раз в месяц Какие-то маленькие суммы Давно не снимала Пойду Говорит Посмотрю Сниму И она приходит Значит Сберкласс И говорит Девочки Дайте Значит Мне всю сумму Денег оттуда Не знает сколько Она не спрашивала Только Доставьте там Не знаю 25 рублей Чтобы не закрыли Вот Как его Да Счет Ей дают Эту сумму Когда она Эту сумму Получает Там было Ровно до копейки Столько Сколько стоит Мой курс И она Все поняла То есть Опять же Дают точную сумму Потому что Показывают Куда эти деньги Знаете Вот тебе Намек Иди Учись И так далее То есть Таких случаев В принципе Очень много Доулет Привет Доулет Очень рада Что вы с нами Сходить в казино Если нужны деньги Это тоже будет Кармическое наказание Или периодически Ходить Не знаю Друзья Вообще Любое Азартные игры Это вообще Не есть хорошо Но если вы Расходите И выиграете Это знаете Как вас уже будет Тянуть Это как Закрепление Якорь Да Все таки Нужно А если Проиграете Еще больше Останетесь Должны Понимаете Что Я думаю Что Любое Любое Вот это Любая Азартная игра Это уже Как порог Не стоит Вообще Туда лазить Вот не надо Все равно Это игр Трегер Очень Очень Не очень Хороший Поэтому Не надо Зарабатывайте Каким-то Другом Просите Вселенную Она вам Поможет Запрос Будет получен Если вам Это актуально Обязательно Что надо Тоже Возможности Эти Принимать Нужно Смотреть Быть Внимательным Так Лена Финиковская Я по дороге В магазин Нашла Нашла Деньги Сказала Спасибо И купила На них Кому Коту Мясной Корм Кот Был доволен Прекрасно Замечательно Так А если наоборот Не пользуешься Льготами Положенными Ну Не пользуйтесь И не пользуйтесь И ничего Тогда откажите Зачем они вам нужны Уберите Потому что Программа Есть программа Если эти льготы Под какую-то Негативную программу Инвалидность И прочее Вообще Лучше убрать Тогда зачем Вообще Она вам Эта программа Потому что Программа Зафиксирована Документально Она работает В разы больше Сильнее Государственная Структура Вы подсоединяетесь К этому Грегору Поэтому здесь Подумайте Если они не нужны Так откажитесь От них Так Светочка Привет Светочка Я рада Что ты с нами Мне в 36 лет Советовали Инвалидность Оформить После тяжелой болезни Я все сделала Чтобы здоров Я все сделала Чтобы быть здоровой На все 100% Чего ждать В этой ситуации Ну Свет Ну по-любому Тебе Что Здоровье Что В этой ситуации Поощрение Как здоровье То есть Тебе прочь Или инвалидность Быть инвалидом На всю жизнь Ты естественно Чего Заказала себе Здоровье Вот и здоровье Да Вот Светочка Пишет Света Молоток Да Ольга Ага Сейчас Ольга Ничего Не жди Плохого Только хорошего Здоровье Это важная цена Да А если банком А если банком должен Придется Лучше отдать Хороший вопрос Значит у меня одна женщина была Клиентка Очень интересная Про долги Вот я не помню Дайте я посмотрю Есть у нас Следующие Это про долги А буквализм По-моему долги У нас там Сейчас посмотрю Брезгливо Сейчас давайте я про Икорение с прошлой жизни И все-таки долги Зачем Сейчас Нет Долги у меня нет Тогда сейчас я вам так расскажу Ну про буквализм потом Долги Это отдельный Вариант Долги обязательно надо Отдавать Обязательно Вот Как хотите договаривайтесь с ними И так далее И так далее Просите Вселенную Чтобы она вам помогла Это сделать Потому что так Вы выбираете Из своего будущего Деньги То есть вот например Если совершенно Если в прошлом Прошлом Вот кстати кармическую У нас там будет Карма прошлого Если вы в прошлом Перебрали своих денег Жили в долги В долги В долги Никому не отдавали То в этой жизни Вы будете всем все отдавать Вы знаете как Не помните за что А вот Ни с чего А все вот с меня тащат Не просто так Значит в той жизни Вы настолько там Всем задолжали Что в этой жизни Будете расплачивать И в этой жизни Если человек Например У меня Так вот С клиенткой Одна клиентка Она ко мне Знаете как бы Хвасталась своим умением Какая она молодец Но я то понимаю Что это минус ее кармии И я попыталась Объяснить Не знаешь Насколько она это поняла Приняла И так далее Она мне рассказывала Что она значит Одному бангу Чет 3 миллиона Должна Чет еще Чет у нее Там бизнес Там у нее Прогорел И так далее И она значит Как юрист Нашла какие-то способы В общем она В общем все сделала Все сделала По нулям Как-то там еще И так далее И так далее То есть она Каким-то Ну там больше Махинации Там не на самом деле То есть она Какие-то лазейки Нашли Что она В принципе Ей не должны Так у нее Эта тенденция Постоянная Потому что Потом она И мне не заплатила И она верит В карму И прочие Какие-то вещи Я просто понимаю Что человек Не возвращает долги Системно То есть он все время Вот берет И не отдает Берет и не отдает То есть у вселенной Постоянно забирает Энергию И вселенной Это надоест Или в этой жизни Потому что сейчас Карма у нас Отрабатывается быстро Обязательно Ей сделают так Что отберут Как следует Ну а могут Отобрать Чтобы она Прочувствовала Это не деньгами Это могут Отбирать здоровье Ну что со здоровьем У нее как раз И было плохо Это могут Отбирать здоровье детей Если это очень Как сказать Важно для родителей Это может быть Вообще Какая-то Очень Какая-то Знаете Как негативная Ситуация Вообще Ну Друзья мои Долги Надо отдавать Любые То есть это В ваших же интересах Потому что Ничего Просто так Нам Не зачитывается Отдайте И живите счастливо Да Работайте По-честному Старайтесь Как-то Попросить Своих ангелов Наставников Чтобы В конце концов Выйти на Хороший заработок Для того Чтобы отдать Долги Кармические Кармические Да И соответственно Дальше Развиваться Уже Для себя Может быть Даже у человека Весь этот Земной срок Эта жизнь Сводится К смыслу Отдать Отдать Свои долги Это может быть На разных уровнях Это может быть Ответственность Это может быть Какие-то Прочие обещания Не связанные С материальным И так далее Поэтому Здесь нужно Конечно Разбираться Вообще Ну можно сказать В регрессии Чего там Вы кому задолжали Танечка Мне один раз Обналичили деньги И снимать В банкомате С процентами Мне пришлось Да это поощрение От вселенной Танечка Точно Света И я просилась Полине Так же И вселенная Меня поддержала Хотя так было Хотя так было Фах-фах Писать хочу Лишь с позитивом Да-да-да Светочка Это правильно Леночка Пишет Бугаева Я недавно В салоне Красоты Нашла 1000 рублей На клиентских стульях Взяла Почитала Что прилетело Подарком Хотя если бы Кто Вернулся Отдала бы Без сомнений Но посчитала Что если Отдам Мастерам Просто возьмут Тебе Как Как все же Правильно По ощущениям Друзья Моя Вот Я думаю Что Здесь Правильно Именно Тебе Это попалось На глазах Не мастерам И Это Это Поэтому Опять же По интуиции Вот смотрите Как вариант Может быть Во второй Всегда слушайте Свою интуицию Если вам интуиция Говорит Отдай Отдай Отдайте Если интуиция Вот Все прочитала Вот Да нормально Бери Все такое Да Если что Это Берите Все Опять же По вашей интуиции Потому что Я же не знаю Контекста Как правильно Как неправильно Здесь вы должны Выбирать Это ваше решение Понимаете И вам же За это Карму Потом Отрабатывайте Или отрабатывайте Или не отрабатывайте Всегда Это решение Должно Быть Ваше Обязательно Дочка А если За квартиру Долг И нет Возможности Погасить Друзья Программа Нет возможности Погасить Она всегда есть Она всегда есть Договаривайтесь С этим ЖКХ Идите Дворником Идите Еще что-то Есть возможности Всегда Если вы верите В это Вы просите Значит Каким-то образом Не знаю Ну не дворником Если нет возможности Значит Вселенная Что каким-то образом Вам пришла Возможность Заплатить Это же Ваш долг Это вы же Вовремя Не стали Платить За квартиру Это же Вы же Как-то Не нашли Ту Сферу Деятельность Которую Вам не приносят Деньги Это Ваше Бездействие Это Как бы Откат Вас Подтягивают К эволюции Вас Заставляют Наташенко Привет Вы Стоите На месте Поэтому Это Ваш долг И вам Нужно Включать Голову И Естественно Просить Своих Ангелов Чтобы Они Вам Помогли Дали Возможность И Работать С этим Друзья Мои Это Карма Нужно Ити С ней В ногу Со временем И с эволюцией Олечка А если Но не отдают Мужчина Занял у меня Денег На пару Недель И вот Прошло Семь месяцев Я честно Говоря Забывать Стала Но Вот Именно Этой суммы Мне иногда Не хватает На движение Друзья Мои Помните Я одну Вещь Перед этим Говорила Возьмут Вы Кому То Чего То Если Долго Не отдают Это Уже Кармический Долг Вы Где-то Там У кого-то Взяли Может быть Не у этого Человека Совершенно Но Этот Человек Является Кармическим Инструментом У вас Забрали И Именно Этой суммы Вам Не хватает Вот Если Такое ощущение Что Именно Этой суммы Не хватает То Как раз В нужный Момент Возьмут То Что Потом То Что Вам Очень Дорого Понимаете Если Вот Долго Не отдают Ваш Кармический Долг Как Как Вариант Это Вот В большей Степени Второй Вариант Вам Нужно Научиться Разговаривать С такими Людьми Чтобы Вы Научились Ну Как-то Правильно Адекватно Возвращать Эти долги Здесь Может быть И так Может быть И так Здесь Нужно Разбираться С Более Глубинными Причинами Опять же Это Или Вы Хотите Сходить В регрессию Можно Посмотреть Или Поработать На тонком плане То есть Какую-то технику Сделать Или Поход Мудрецу Сделать И так Далее То есть С интуицией Работать Нужно Разобраться Что За Причина Если Например Это Кармический Долг И Соответственно И Все Вам Или Отдадут Вам Этот Долг Или Придет Эта Сумма Ровно Такая Же Как Поощрение С других Сфер Лена В большей Степени Это все равно Кармическое Все Кармическое Не может Света Пишет Не может Выбраться Из кредитов Много лет Переходим Из одного Кредита В другой Как Освободиться От этой Программы Если Смотреть На нашу Семью Со Стран Мы Благополучно Но Мы То Знаем Как Это Делается Носим Регулярно В банк Друзья Моя Я В этом Году Освободилась От кредитов Я С 2000 Какого-то Года Не помню Жду Тысяч 5 Что ли 11 лет Мы Тоже Ходили В банки У нас Все Время Были Кредиты Нормально Здесь Нужно Еще Раз Я Говорю Быть Честным Сами С Расчетами С Другими Людьми Раз Это Первое Что Вообще Нужно С чего Начинать Вообще Везде Отдайте Все Долги Хотя Бо Не Материальные А вообще Кому Что Вы Должны Кому Что Обещали С Кем То Что Вы Там Какие То Вещи Не Знаю Там Должны Были Сделать И Не Сделали И Так Далее Дальше Вы Смотрите На Сферу Своей Действенности Значит Возможно Просто У вас Сфера Деятельности Не Та Которая Вам Не Позволяет Расширить Ваши Доходы Чтобы Погасить Долги Работа С Программами То есть Программы Которые Вас Сидят Это Тоже Очень Интересные Вещи Да Поэтому Здесь Нужна Опять Системная Работа И Вот Просто Я Накидала Там Еще Будет План Но Опять же Если Хотите Приходите На курсы Приходите На курсы И работайте А если Нет То Просто Сами При себе Хотя Бо Работайте Вот С теми Вещами Которые Хотя Бо Элементарно Я тут Говорю Программы Нужно В первую Чуть Выискивать Себе Сейчас Мы Еще С этим Поработаем Мы Работаем На него На кого На банк На трех На банк Работаете Разобраться Надо С причиной Почему Основная Причина Вам Понимаете Я говорю Если Когда Вы Уже Работаете Просто На отдачу На долг Это Серьезный Кармический Долг Из Прошлого Поймете Кому Чего Должны Попросите Прощения Закрепите Это Поведение Каким То Образом Здесь Такой Должна Глубинная Работа Нина Оплачивала Курс Через Бирбанк На сайте Прошло Но Деньги Мне Вернулись Так Сейчас Оплачивала Курс Через Бирбанк На сайте Прошло Как оплата Но Деньги Мне Вернулись Ниночка Пишет Не знаю Ниночка Это Прям Не знаю Это Нужно Тоже Разбираться По ощущениям Вам Вообще Не знаю Тут Трудно Сказать Вы Типа И на курсе На это Может быть Это Как Поощрение Может Быть Может Если Есть Желание Отдать Банку Отдайте Кто Не знает Не знаю А здесь Есть Адресат Кому Можно Вернуть Вот Когда Нет Адресата Куда Возвращать Деньги Ваши А здесь Адресат Есть Сбербанк Вы можете Оставить Это Может Проверка Быть Насколько Вы честны Вы возьмете Или нет Эти Деньги Как Вариант Не знаю Выбирать Надо Денежный Долг Так Сейчас Есть И у меня Люди Которые Мне Большой Денежный Долг Вот Уже По причинам Ты смотрела Причину Так Наташа Лисова А если ЖИК Услуги Не предоставляет Надо платить Хороший вопрос Друзья А здесь Надо уже Работать Законы Наши Несовершенные И очень Сильно Здесь По идее Если Вы Начнете Не платить То будут Санкции Против вас Естественно Нужно платить В то же Время Идите И делайте Все Для того Чтобы Поднимайте Народ Подписывайтесь И Вот это Зло Надо удалять Это ЖКХ Только так То есть Вот такой Потом Когда вы Добьетесь Своего Тогда Вам Пересчитают А как Хотите Долг Потом Это Будет Хуже Против вас Будет Работать Нина Я Пробовала Два Раза Не Получилось А Ниночка Ну Не Получилось Значит Успокойтесь Значит Все Нормально Тогда Ваша Совесть Чиста Третий Раз Мне Кажется Это Нормально Друзья Буквализм Буквализм Подсознание Это Тоже Такая Интересная Интересная Вещь Когда Вы В Буквальном Смысли Я Не Помню Чего Ничего Не Подписала Мы Как Разбирали На Одно Вебинаре Про Буквализм Когда Что У нас Там Будет С Деньгами Про Буквализм Ну Здесь Очень Фразы Конечно Буквализм Сейчас Я Начну Может Что Вспомню Значит Буквализм Это Когда Хочу Сто Зеленых Муж Приносит Вечером Огурцы Очень Много Жена Начинает Считать Естественно Долларов Она Заказала Приносит А там Эти Огуречки Сто Штук То Есть Буквализм Еще Подсознание И нужно Программа Вот эти Правильно Проговаривать Которые Что вы Хотите От жизни Да Или Мужчина Говорит Хочу Избавиться От очков А ну Вот Мы Про кредиты Как раз И говорили Хочу Избавиться От кредита Да Или Еще Что То есть Здесь Может Буквализм Подсознание Неправильно Сработать То есть Здесь Нужно Правильно Программу Выстроить Это Вот Мы Сейчас Будем Это Делать Сейчас Чуть Позже То есть Нужно Знать Куда Вы Хотите Делать Дальше Брезгливые Или Опасные Отношения К деньгам У кого Такое Есть Деньги Это Зло Деньги Это Грязь Вот У многих Были Такие Программы Прям Серьезные Деньги Это Ух Грязные Какие Они Ух Не В буквальном Смысле Кстати Вот Если Действительно На деньгах Есть Грязь Но Я К этому Отношусь Спокойно Как Любой Грязной Вещей Которой Валяется На улице Если Руки Я Взяла Их Помыла У меня Нет Программы Что Я Заражусь От Них У меня Будет 100 Болезней От Этих Денег Это Тоже Программа Поэтому Здесь Внутреннее Состояние Брезгливые Или Опасные Отношения Деньгам Деньги Это Зло И так Далее У кого Есть Такие Программки Вы Являйте Их Тоже Так Ну и дальше Якорение С прошлой Жизни Деньги Это Зло Связки Связки Это Когда Например Заякорилось У вас В прошлой Жизни Или В этой Жизни То есть Что-то Произошла Какая-то Серьезная Ситуация И там У вас Связочка Произошла Такая Деньги То есть Деньги Отдельные Такая Структура Это Зло Это Опасность Это Смерть Большие Проблемы Ответственность Причем Эти Программы Тоже Работают Скрыто Как Правило Очень Часто В регрессию Когда я Хожу Там Что У нас Показывают Например Убивают Сына Достаточно Зажиточная Семья Мать Рыдает Над телом Ребенка Но Ребенка Уже Взрослый Естественно Сколько-то Уже Десятки Лет И Как бы Такое Проклятие Зачем Мне нужны Деньги Если Из-за Них Я Теряю Самое Близкое По сути Своей Это Получается Связка Человек Заякорил Вот Эту Связку Деньги Это Смерть Деньги Это Потеря Самого Близкого В следующей Жизни То есть Программа Якориться И в следующей Жизни Человек Живет Такой Программы И Для него Большие Деньги Это Уже Подсознательно Выходят Эмоции Он Старается Избавиться От них Тем Или Иным Способом Он Их Спускает У него Вляпываются Какие-то Вещи Это Подсознательное Спускание Денег Или Ответственность Например Человек В прошлой Жизни Не справился Доверили Какой-то Пост Что-то С деньгами Что-то Произошло Серьезное Он Потерял Большие Деньги Это Ответственность Большое Понес Наказание Моральное Психологическое Может Буквально Телесное Какое-то Физическое Не знаю Пароли Если В прошлой Жизни За это Наказывали Руку Отрубили Например Соответственно Вот это Якорь И есть Деньги Это Ответственность Никогда Человек Не пойдет На руководящую Должность Никогда Он не пойдет На должность Где он С деньгами С большим Каким-то Образом Взаимодействует Это Тоже Программы И по идее Их Нужно Убрать Они Мешают Человеку Развиваться В этой Сфере Дальше Богатый Человек Это Плохой Человек У кого Такие Интересные Связочки Мы Не богачи Но Порядочные Люди То есть Если Знаете Как Если Кто-то И Например Сын Начинает Развиваться А вот У родителей Была Такая Хорошая Связочка Мы Не богачи Но Порядочные Люди И Сын Например У него Получается Не знаю Там И Сын Вот Эта Программа Работает То есть Он Не хочет Перед Глазами Своих Родителей Быть Непорядочным Он Начинает Тоже Спускать Эти Деньги Каким-то Образом Не знаю Там Пойдет И в казино Спустит Или Какие-то Другие Там Или Даже Какие-то Проекты Те Которые Это Это Тоже Подсознательные Программы Работают Олечка А сейчас Прям Люблю Их Мои же Хорошие Придите Придите В ней Всем Прекрасное Хорошее Убеждение Деньги Это Энергия Это Энергия Это Эквивалент Вашего Труда Запишите Вот эту Важную Фразу Мне Кстати Здесь Еще Нигде Нет Не помню Где-то Будет Деньги Это Эквивалент Вашего Труда И Что Вы Можете Превратить В Деньги Это Кстати Отдельный Слайд Дайте Я Деньги Это Кстати Может быть Следующий Будет Так То есть Не Деньги Вашу Энергию Ваши Способности В Деньги Какие Способности Совсем Уже Так Во Что Вы Можете Превратить Так И Во Что Деньги Какие Способности Какие Сейчас Какие Способности Способности Вы Можете Превратить В Эквивалент Денег В Энергию Это Сейчас Отдельный Слайд Давайте Идем Все Чередом О том Сейчас Запутаемся Так Значит Дальше Богатым Очень Трудно Попасть В Царство Небесное Вот Хорошая Программа Классная Да У меня Была Хорошая Программа Такая Что Духовностью То Что Я Обучаю Люди Духовностью Образованию Вот Этим Знанием Каким-то Высшим Законом Прочей Вещей Этим Нельзя Заработать Деньги Это Грешно Этим Зарабатывать Деньги Эта Программа У меня Работала Очень Здорово Когда Я Проработала Когда Я Совместила Одно С Другим Когда Я Поняла Что Энергия Моя Вложенная В Вот Этого Труда Во Все Эти Вещи Это Эквивалент Это Просто Ее Можно Конвертировать В Деньги И Получать За Этого Знаете Просто Конвертация Я Деньги Это Конвертация Ваша Труда Свою Ценность Обменять На Деньги Ну Можно И так В принципе Сказать Да Саша Наверное Да Ну Да Я думаю Если вам Удобна Абсолютно Ценность Уникальность Уникальность Знаний Умений Труда Вот Именно Свою Ценность Труда Обменять На Деньги Это Очень Хорошая Ресурсная Фраза И Вот Это У кого Есть Деньги Несовместимы С Духовностью Это Очень Часто Я встречаю У меня Человек Значит Тоже Преподает Йогу Физические Упражнения Связаны С йогой И У нее Не получается Заработок И Потом Мы С ней В разговоре Она Говорит Духовностью Нельзя Зарабатывать Деньги Даже Нельзя У нас Было Как Значит Если Там Какая Ясновидящая Бабушка Алдуни Она Если За Деньги Это Плохо Это Ненастоящая Бабушка Она Берет Деньги Вы Что Это Настоящая Никогда Не возьмет Деньги Никогда Никогда Она Всегда Возьмет Яичками И так Далее И так Далее Это Опять Социальное Программирование Да Но Извините Если Яичками Буду Брать И Чем Ты Насколько Меня Хватит И На Мои Проекты Куда Это Уйдет Так Ниночка Таня Я В этом Убедила Своё Время Своей Жизни А потом Пришла Эта Информация А что Там Таня Написала Все Очень Просто Все От Ваших Мыслей Зависит Да Установки Себя Нужно Себя Нужно Менять Очень Даже Сильно Во что Верим Если Вы Переделаете Эту Программу То Деньги Будут Только Прибавляться Да Ну что Чем Якоряйте Тоже Нужно Чистить Смотреть Выявлять И так Далее Зачем Вы Работаете Ваши Цели Вот Это Еще Следующий Вариант Который Очень Важен Это Теперь Вот Помните У нас Кстати Нужно Был Слайд Не Поменять Может Я Сделаю Это То есть Когда Помните Мы Ставили Цель Без Цели Деньги Забирают А вот Следующий Момент Зачем Вы То есть Ваша Цель Какая Ну-ка Напишите Сейчас Вот Пока Вы Пишите Выберите Пунктов Напишите Только Первый Второй Или Свою Леночка Пока Отвечу Полина У меня Например Сейчас Нет Учения Что Я Могу За Это Брать Деньги Что Является Критерием Количество Консультаций Что-то Другое Хороший Вопрос Вообще Это Для Вебинара Помог Лен Ну Если Ты Ответила Я Помню Твою Программу Когда Ты Ко Мне Приходил На Консультацию У тебя Было Такое Я Это Помню Я Не Буду Озвучивать Ты Сама Я Просто Скажу Такую Одну Вещь Вот Смотрите На Метафоре Есть Например Студент Студенты Учащиеся Которые Учатся На Хирурга И Естественно Что Их Там С первых Там Со второго По-моему Курса Их Ведут Не помню По-моему Второй Курс Если что Меня Поправьте Второй Курс Их Ведут Там Работать С Патологоанатомами Это нужно Разбирать Там В общем Понимаете С кем Чего Там Надо Все Делать И так Далее То есть Человек Должен Тренироваться С первых Дней Не помню Я тебе Потом Я не буду Здесь Сейчас Публично Зачем Нам Я тебе Потом Напомню Я Помню Запомнила Твою Программу Очень Хорошо По этому Поводу Так Вот Если Человек Не Тренируется С первых Дней Он Не Будет Тренироваться Разрезать Зашивать Каким-то Следующим Этапом Оздоровлению Человека То Представьте Что Прошло 6 лет И Один Например Студент Все это Делал А другой Отлынил Не знаю Он не проходил Вот эту Практику Он вышел С дипломом У него Не было Практики Что Вот смотрите Что Будет Вот Первый Будет Уже Специалист Да Второй Будет Это Будет Опасный Человек Для Общества У него Есть Диплом К нему Придут Люди Лечиться А он Не знает Элементарных Вещей Смотрите Какая Интересная Дилемма И Естественно Куда Вы Пойдете Если Вы Знаете Один Студент У него Практика Он Был Он Все А второго Ничего Кому Вы Пойдете Друзья Мои У того Которая Была Практика Изначально Потому Обсуждал Эти Моменты И Прочие Какие Вещи То Есть Тогда У него Заложился Фундамент Такой Хорошей Опыта Опыта И Чем Больше И нам В университете Всегда Говорили Пришли Значит Ну На Консультант То Пришли Учиться Начните С первых Месяцев Консультировать Когда Вы Знаете Основные Вещи То Тогда Вы К концу Обучения Вы Выйдите Уже Специалистом Если Вы Все Ждете Что Я Сейчас Научусь И Выйду А Консультировать Как Надо Не По Полному Объему Не Потому Что Извините Там Нужно Как Профессор Консультирует А Нужно По Тем Деталям Которые Вы Изучаете Изучили Маленькую Деталь Провели Ее С Кем То Изучили Вторую Деталь Сделали С Кем То Вы Нарабатываете Опыт Иначе Придется Вот Это Кладбище Которые Говорят У каждого Врача Есть Своё Кладбище Но Это Действительно Метафорично Оно Так И Есть То Нужно Работать Изначально Для Того Чтобы Вы 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 Как Специалист И Уже Наработали Какой То Так Нина Я Практиковала Но Стеснялась Брать Деньги Теперь Готова Работать За Деньги Прекрасно Есть Убеждение Привыкаем К этому Леночка Я не об этом Как раз Сейчас Наоборот Мне кажется Что я Уже Сейчас Могу Брать Оплату А Тоже Про Оплату Друзья Мои Это Хороший Следующий Вопрос К этому Надо Привыкать Начинайте Сначала С маленьких Каких Сум У нас Сейчас Консультация У нас Прям Вебинар Получается Друзья Мои Значит Смотрите С маленьких Сум Начинайте Приучать Потому что Вы еще Не привыкли У вас Нет Программы Я Просто По своему Опыту Я сначала Начинала С бесплатного Много Опыт Я почувствовала Себя Уверенной В этой сфере Все Потом Я брала Какую-то Сумму Маленькую Привыкала К этой Суммы Потом Я эту сумму Повышала Я чувствую Вы знаете Как Запомните Одну вещь Вы почувствуете Насколько Дорого Ваше Время Насколько Вы почувствуете Я говорю Вот по интуиции Все 500 рублей Это уже мало Тысяча Нормально Но полторы Еще рановато Я чувствую Что рановато И будете Привыкать Привыкать Знаете Как лягушечку Если ее сразу В кипяток Опустить Она выпрыгнет Оттуда А если Она в холодной Водичке сидит Подливать Горячее Она терпит Терпит И до нужной Температуры Она дойдет Все нормально Вот так потихонечку Как раз Вы и доходите До нужной Как это До нужного Эквивалента Леночка Программа Была такая Что я Не умею Не имею Права Работать Психологом Так как У самой Проблем Выше крыши Да Лена Как у вас Сейчас дела Разрешили Проблем Смотрите Друзья мои Это тоже Действительно Программа Леночка Вот ее Вспомнила И очень Хорошо Смотрите Есть Сейчас я Объясню Процесс Нашего Совершенства Он Бесконечный Бесконечный Если вы Каждый раз Думаете Вот я Стану Совершенным И тогда Только начну Процесс Другой То это Можно сказать Неразрешенный То есть Нету Предела Совершенства И когда Мы Стремимся К совершенству Пришли К определенной Точке Мы поняли Что мы Опять Несовершенны И вот Оно Совершенство Следующее На горизонте Мы ходим От точки Совершенства К другому Становится Не особо Разрешенное То есть Несовершенное Это нормальный Процесс И если мы Каждый раз Это кстати Перфекционисты Все страдают Этим Они думают Вот я сделаю Идеально Вот этот продукт И я тогда Его выполню И он делает Сидит неделю Две Три Четыре Пять Десять И потом Вот он Зарывается В этом Уже все Сдали Чего-то А он Сидит Делается Делается Совершенно Это невозможно Я делаю Все на коленке Иногда Я косячу Я понимаю Что я в процессе Это сделаю Потому что Лучше Сделать Вот Быстро Но Вот Не до конца И в процессе На опыте Потому что Ты получаешь Обратную связь От людей И еще что-то Оно делается Гораздо Быстрее И эффективнее Чем Человек сидит Варится В своем соку Он думает Что вот так Совершение А потом Когда он Этот продукт Выкладывает Оказывается Людям Это не нравится А почему А потому что У всех Люди Разное Видение А потому что Для всех Это должно Для тебя Хорошо А для другого Плохо А потому что Тип мышления У всех Разный Вот И нужно Отталкиваться От людей Поэтому Сделал Хоть что-то Какой-то Образец Первоначальный Выкинул Его пространство В реальность Получил Обратную связь Подредактировал Подрехтовал И выбросил Назад Лена Вот мне тоже Муж говорит Проси Хотя бы Лучше сейчас Бесплатно Отработай Потом сразу Поставлю Тысячу И две Денечка Я не знаю Смотри как хочешь Как тебе комфортно Вот если ты так считаешь Попробуй Для мужа Может быть так комфортнее Кстати по 100 рублей Ну вот Как я говорю Многим Рекомендую Опять же Вам буду рекомендовать На курсах Привыкать Привыкать Это всегда лучше Это комфортнее Психологически Я прошла этот путь Мне был он Очень комфортен Я дошла сейчас До тех сумм Которые мне комфортны Но начинала я Бесплатно Потом 500 Потом больше Тысяча И так далее И так далее Так ну что Цель то Друзья Ваша цель Вы мне тут не написали Мы сейчас Вообще Как будто у нас Вебинар Идет Обучающий Не всем Это интересно Кстати может кому то интересно Ага Ну здорово Лен Очень хорошо Очень хорошо Я затяраю Друзья мои Программа то Зачем То есть Зачем Ваша цель Вот Наташа пишет Интересно Ну и хорошо Номер 3 Светочка пишет Получить удовольствие Или от денег Или от самой Работы Второе Жить комфортом Это то что вы Вы себе пишете Да Какое удовольствие Ну это что вы получаете А я спрашиваю Чтобы оплатили Оплатили по ощущениям Сколько комфортно Угу Ну вот Как удобно Так у Ниночки 3,5 Получить удовольствие И Повышение статуса В обществе Цель получить удовольствие От жизни Развития От путешествий Деньги Александр Ага 3,2 Ага Очень хорошо Молодцы Вот определились Сами здорово А сейчас будет Как говорится Правильный ответ Ага Цель повысить Качество своей жизни Очень хорошо Получить удовольствие От работы Приносить пользу Людям Заниматься Саморазвитием Путешествовать Ага 2,3 2,3,4,5 И кстати Вот если ставить Это приоритет Очень интересно От деятельности Молодцы Молодцы Наташа Помогать людям Разбираться Со своими задачками Показать путь Выбор за ними Очень хорошо Значит Правильное намерение В заработке денег Цель Должна быть Изначально Не деньги А польза Моего труда Продукта Общества Вселенной Мало того Что польза Но еще и Качество Моего труда Если человек Во главу Ставит деньги То соответственно У него Намерения Эти Вселенная Не поддерживает Мы вышли В эпоху Водолея Эпоха Водолея Вообще Это Эпоха Сотрудничества Эпоха Конструктивного Взаимодействия Эпоха Коллектива И вот То что Социальное Вот это Вот светлое Будущее Которое Было Эксперимент В России Да Вот это Коммунизм Нациализм Это был Действительно Эксперимент Как бы Выше сил Так и Нормальные Какие вещи Были Правильные И принцип Принцип Но конечно Много негативного Там было Это понятно Как в любом Развивающемся Каком-то Проекте То есть Это сырое Необработанное И так далее То есть Вот это Наше Будущее Если у Человека Ставится Во главу Заработать Деньги Да То Вселенной В эпоху Водолея Такой Индивид Неинтересен Нина Почему Нет пользы Для меня Из контекста Их Уже Я что-то Ответила Ну может быть Это Ниночку Точните Потому что Вселенная По слайду Я все равно Не понимаю Не надо Вопроса Почему Нет пользы Для меня Вот знаете Распишите Этот вопрос Более Конкретно Я его Не поняла Ага Потому что Намерение То есть Если Изначально Человек Ставит Целью Деньги То Вот тогда Он может Как сказать Продать Вот смотрите У нас Очень много Сейчас Подделок Сейчас Объясню На простом Примере Например Тушенка Не из мяса Там не знаю Из непонятно чего Лекарства Которые Вообще Непонятно Что там Вообще Там Вместо лекарства Какие-то пустышки Это в лучшем случае В худшем Там вообще Могут подсунуть Неизвестно чего То есть Вы покупаете То что заявлено Этого нет Или тухлое Так вот Это продают Те Кому Кто Поставил Главную цель Деньги И они Любыми целями Сделают Продадут Этот продукт Им все равно Что Будут кушать Извините Люди Тухлую Эту курицу Будут Или что Их задача Цель Деньги Обогатиться И вселенная Естественно Таких будет Индивидов Она по-всякому Обучать Потому что Будет Тут он продал Тухлую курицу Завтра он купит Я не знаю Пойдет к стоматологу И этот стоматолог Ему накосячит Что-нибудь Зубами Не знаю Но это как к примеру Или он другую Слугу пойдет Попадет точно Такому же Человеку То есть вселенная Тут же выправляет Это будет Выправлять Индивиду Чтобы он понимал Чтобы он правильно Как сказать Хотя связка Может быть Непонятно Будет для него Изначально Но тут Следит за знаками Он иногда Прочитывает Вот эти Интересные Связочки Поэтому Эпоха Водолея Это важнейшая Сейчас эпоха Которая будет Работать На сотрудничество Мы будем Всегда думать А какую пользу Приносит Мой продукт А какое качество Чем лучше Я могу усилить Это качество И чем больше Человек будет Вкладывать В качество продукта И прочие Какие-то составляющие Тем все равно Ему вселенная Будет помогать По-всякому То есть будет Процветать Его бизнес Будет его Продвижение По всем То есть Вселенной Соответственно Он будет Получать Благо Со всех сторон Ниночка Сейчас Уточнила Слайди Польза Для общества Вселенной Но не Для себя Ага Поняла А Здесь Закладывается Изначально Вот смотрите Если вы Целью ставите Пользу Для общества Приоритеты Расставлены Правильно Так Сейчас я посмотрю Правильно Там у меня там есть Ага Нет Наверное Нет Приоритеты Вы для себя Тоже ставите Но это В последнюю очередь Эпоха водолея Опять же Возвернусь к ней Она предусматривает Что вы сначала Ставите интересы людей Коллектива И вот Когда вы думаете О коллективе О людях То это А вот Ваш приоритет Он как бы На последнем Он обязательно есть Для себя Польза Она по-любому есть Если вы сделали Как же тут не польза Смотрите Вы сделали Качественный продукт Вы сделали Хорошую колбасу Вы сделали ее Там не знаю Она у вас Не просрочена Вкусная Из натуральных Там каких-то вещей Да Соответственно Вы пошли к дантисту И вам этот дантист Сделает зубки Так же качественно То есть вам По подобию По уроку Придет именно Тот человек То есть Вот она польза Человек По высшим законам Знает Что когда он делает Что-то хорошо Ему всегда возвращается Вновь С торицей Вот она польза Здесь Вот Здесь польза По высшим законам Здесь прописывать Можно Ну то есть На слайде Можно в принципе Прописать Вот как Чтобы вы поняли А вопрос вообще Ниночка очень хороший Здесь уже кармически Обусловлено все Все что Помните карма Карма это пирог Который испеченный Вчера Если человек В этот пирог Во-первых Он был плохим поваром Он непонятно Что туда положил Какие ингредиенты Не знаю там Какой-то стружки На стругал Он пересоленый Он перегорел Он не знаю какой Он испек Свою карму В прошлом Сделал очень много Гадости Людям Да В этой жизни Ему этот пирог Вселенная Подсовывает В этой жизни На дружочек Съешь Он начинает есть Он ломает зубы У него и там Стружка в животе У него это И начинает возмущаться Кто это мне подсовывает Какая гадость Кто это вообще мог сделать Вот она карма И то есть Если мы закладываем Сегодня ингредиенты Хорошие В тот пирог В вашу вид деятельности То соответственно Вы завтра его кушайте Очень вкусный Хороший Свежий И все будет очень хорошо Вот она польза Понятно? Нет Теперь Так И теперь Сейчас мы с вами узнаем Какая же польза у вас То есть В какой же предназначении Ваше Так И по предназначению Сейчас я сразу И мы сделаем вам С вами тест Предназначение Если человек идет По своему пути Вселенная дает ему Зеленый свет Все складывается Само собой Финансы Становятся побочным Эффектом Для реализации Кармического предназначения Человека Вот это вы должны Понять Изначально То есть Если вы идете По своему пути Вы выполняете Своё предназначение Все складывается Наилучшим образом Единственное Что вот у меня Было так в жизни Я шла по своему предназначению Года Наверное Полтора с лишним Вкладывала максимальные силы Максимально грамотно Качественно И так далее Но у меня не было Все равно Вот этого побочного эффекта Когда я проработала Остальные программы Когда я Как тот Эдисон Придумывал Одно Второе У меня не получалось Я делала третье У меня не получалось третье Я делала десятое Двадцатое Когда я поняла Что нужно Обществу Какой запрос Важно ему закрыть Когда все вот это Проделала Просмотрела То есть я много работала Очень много работала Когда я Можно сказать Прошерстила Все вот эти Темы Вот эти запросы Тогда я вышла Именно на то На то Что мое И уже стала получать Вот этот Побочный эффект Деньги Это только произошло Тогда То есть деньги Это побочный эффект Если стремление К самим деньгам То вы игнорируете Своё предназначение Как правило То есть приоритеты Неправильно расставлены Итак Теперь мы будем Сейчас с вами Проходить тест Тест Кто хочет найти Своё предназначение Поставьте плюсик Так Очень хорошо Значит записываем Зачем вам деньги Первый вопрос Что вы будете делать Когда у вас будет Неразменный миллиард денег То есть вот вы Сколько не тратите Эти деньги У вас ровно столько же Они и появляются Здесь только один момент Помните одну вещь Раздавать деньги нельзя Благотворительностью Заниматься конкретно Я объясню Какую благотворительностью Раздавать деньги Вот видите Вот больной ребёнок Раком И отдавать их нельзя Да И так далее Понятно да Раздавать близким Вот они там Все какие-то там Ну не знаю Нуждаются Нельзя И теперь значит У вас неразменный миллиард Что вы будете делать С деньгами То есть вам не нужно Думать о деньгах Как заработать И что их делать И помните одну вещь Мы ищем по своему предназначению Это первый вопрос Второй вопрос Сразу вот Напишите второй вопрос И будете отвечать Потому что иногда попутно Второй вопрос Куда вы будете Вкладывать деньги Запишите И отвечайте Куплю две мини-отеля И что Лариса И что будет Вы будете зарабатывать деньги Или что Конечная цель Зачем Олечка Открой центр По реабилитации Диативных подростков И женщин Попавших в кризисную ситуацию Вот Оля уже Ответила На второй вопрос Она ответила Куда я буду складывать И чем заниматься То есть чем заниматься И куда буду вкладывать деньги Это два вопроса Куплю две мини-гости С Ларисой Зачем Какая цель В развитии центра Девиантных Таулечка Да-да-да Так Очень хорошо Прям человек и знает Своё развитие Дальше что Саш Развились Дальше что Вот дальше что Это ваше предназначение Развиваться здесь Лариса Он для зарабатывания денег А второй для малобеспечных Лариса Нам деньги не надо зарабатывать Один момент Слушайте сюда внимательно У вас неразменный миллиард Вам не надо зарабатывать деньги Или Тогда получается Что вы пришли сюда На землю Для того чтобы зарабатывать деньги Да А второй Чтобы малобеспечные не работали И они там жили Это получается предназначение в этом Ага Уловили фишку Открою школу по ремесленничеству Дианочка Вот интересно Так Света Буду восстанавливать свою деревню Очень интересно Здоровское намерение Дулет Можем построить центр помощи людям Для нахождения их предназначения Мечеть тоже Так Очень интересно Очень интересно Понятно Вот смотрите Это же ваше мышление Опять же сейчас просматривается Ага Построить системную школу Разных точках планеты Для открытия и реализации талантов Наташа Путешествовала бы И родила еще детей Так Ну кстати может быть Простой предназначение у человека Действительно вот Для семьи бывает такое Просто семья Просто человек отдыхает Просто вот тут Никаких глобальных вещей Это тоже может быть Если вот семья Это будет предназначение Но опять же Настя Подумайте сами Для вас путешествия И родить детей Это предназначение Вполне может быть Вполне Очень часто бывает В регрессиях Именно такое вот Неглобальное какое-то Такое простое Научиться семье Особенно женщинам актуально Просто жизнь была Много-много мужчинами А первой этой жизни Нужно быть женщиной Это тоже предназначение Танечка Мюллер Откроют частный детский сад И буду директором Куплю красивый дом на море На каникулы Буду путешествовать по миру Вот Танечка Расставила приоритеты Очень интересно Директор Деятельность Чем она занимается Ну и соответственно Свои какие-то состояния Закрывает потребности Центр обучения Катания на лошадях Для отдыха Релебитации Ниночка Чудно Светлана Фролова Заняться очищением Загрязненных областей Планеты Вот Вот какое намерение Это Александр Построить Экопоселок Обучать людей Вот Александр Вот это Вот Вот это Ближе К предназначению Чудно Танзеля Создать Центр для детей Лагерь Духовный Центр обучения Путешествия Очень хорошо Танечка Вложу деньги В банк Получу процент Вот Начинается Опять Танечка Ваша Ваша Здесь Задача Получать Проценты И буду Его использовать Для своей жизни Улучшения Условий Жизни Неразменный Миллиард Слушайте Внимательнее Когда вам Объясняют А понимаете Или вы не слышите Программка Такая Внутри Сидит Да Я два раза Уже сказала Что У нас Неразменный Миллиард Денег Сколько Не нужно Вам зарабатывать И вот этот штамп Он сидит Можно зарабатывать Можно зарабатывать Так Буду вкладывать деньги В свое развитие Научусь проводить Психологические Семинары Тренинги Помогать людям Благодарю Вот Второй вариант Гораздо лучше А первый Это программка Сидит Достаточно глубоко Супер Хочу неразменный Миллиард Так вот Друзья мои Я вам поделюсь Одним секретом А фишка Как раз в том Что Сейчас Вы Практически Вот кто Прописал себе Хорошо И это нужно Расписать Более подробно Как это будет Происходить И что Только не надо Ставить время И путь Потому что Наставники Рядом стоят И записывают А фишка В том Что как раз Вот найти Своё предназначение На самом деле Очень просто Это то Что вы Делаете от души Вам очень нравится Вы вкладываете Всего себя Это приносит Вам больше Большое удовольствие И счастье Но вот Начать делать Это Своё предназначение И идти по нему Это очень Для многих Буквально Можно сказать Для кого-то И даже Невыполнимая задача Потому что Это очень Мозг пугается Такого объёма работы Как-то начинать Как-то переходить Это страшно Это следующий этап Так вот Миллиард Друзья мои Будет в вашем случае Тогда Когда вы начнёте Постепенно Путь По своему предназначению Это будет Побочный эффект И он будет Если только тогда Когда вы начнёте Пройдёте Сам этот путь С самого начала И нужно Если вы хотите Какой-то Не знаю Приют для животных Свой То например Вы должны Пойти в какой-то приют И начать Волонтёром Но может быть Там как-то по-другому Может быть За какую-то Маленькую зарплату Но вам уже Будет счастье От того Что вы Находитесь Там И вселенная Вам будет Давать Разные возможности Чтобы потихонечку В своём темпе В своё время Чтобы мозг Наш не пугался Вот этому Дошли До вот этих Вещей Олечка пишет У меня есть бизнес-план Это чудно Оля Очень чудно Просто единственная Ещё такая вещь Знаете Какая интересная Что если человеку Который не подготовлен Не умеет работать С большими деньгами Ему сейчас дать этот миллиард Поверьте мне Он даже с этим миллиардом Ничего не сделает У него нет опыта Как в самом начале Александр говорил Спрашивал Просто нет у человека опыта Да Нету И он не сможет это сделать Так вот Когда вы идёте поэтапно К этому миллиарду Вы научаетесь работать С деньгами С людьми В этой сфере Которой есть очень много нюансов И так далее И вот в принципе Сейчас Вы хотя бы определились Где ваше предназначение Где вы должны быть И говорю Найти его Очень легко Но вот идти дальше Бывает сложновато Потому что здесь много страхов И вот хотя бы Просто ориентир себе Сделайте Что вот там Да Я хочу быть И все вы там будете Не в этой жизни Так в следующей Не в следующей Так ещё через жизнь Как я говорю Я в вас верю Потому что Всё равно по-любому Все дойдут туда Заставят Кстати очень часто Теряя человек бизнес Вот деньги И тут и тут Его в Своё направление По предназначению Его просто заставляют туда идти Специально Так Оля У нас были определённые Нам подсказывали Конечно У нас специалисты Как идти Вот эти схемы Как выходить На глобальный уровень Но я-то вышла У меня не было За мной никого Я вот как тот Эдисон Изобретал Я изобрела свой Я вышла на достаточно Высокий уровень И мне Много консультаций У меня курсы У меня что только нет У меня книги Сейчас вот книга У меня издастся Уже будет Приносить мне доход И следующие Какие-то вещи То есть нужно идти Всё постепенно Поэтапно Это нужно Вот Вот я говорю Самое Самое интересное Это идти по этому пути Начинать с маленького Но нужно делать что-то Так Розочка пишет Открыть психологический центр В детском доме И помогать детям В определении своего пути Олечка А сейчас занимаюсь бизнесом Купи-продай Но не прёт Ни деятельность Ни доходы Так вот Как вариант Не факт Как вариант Оль Вам просто показывают Что вы занимаетесь Не тем делом Вот не прёт Он вас просто Отводит туда Знаете Смотрите Вот есть ещё Какое-то убеждение У некоторых людей Программа Что Нужно Бросить ровно В этом всё направлении И начинать ровно Знаете Как вот Из поломедов Из Как это Из огняток В эту Ну в холодную Проводь Да Так вот Иногда нужно Переходный период И вот попрёт там Если вы выйдете На предзначение И там И там Потихонечку 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 Просто Примеры жизни Чтобы вы понимали Иногда На всю жизнь Это бывает Одна Девушка Молодая Она Занимается Стриптизом То есть Зарабатывает Деньги этим А В свободное Время От своей Такой Деятельности Которую ей Приносят Деньги Она Работает В хосписе С умирающими людьми И помогает Ему ходить Бесплатно Это тоже Может быть Определённый Вид деятельности Предназначение И другой вариант Вы знаете Как вы поймите Что вы можете Даже Тут вот Я например Участница курса Делаю гороскоп И она Мне спросила То есть Туда я иду Или не туда Мой это Вид деятельности Нет А у нее Вот так интересно Кстати Для козерогов Для всех Кто козерог У вас Например Без разницы Где вы работаете Неважно В какой профессии Но это более земные Какие простые Это может быть Продавец Это может быть Не знаю Там Все что вам по душе Вот так Все что вам по душе Вы там работаете Вот Александр Козерог Александр Где вы работаете Если не секрет Если секрет Не напишите Так вот Где вы работаете Но это должно быть По душе То есть Найти работу По душе Где вам нравится Так вот На той работе Вы должны проводить Высшие космические законы То есть Например Ту сферу деятельности Делать ее По законам кармы Чтобы это было грамотно Если например В торговле Вот там у меня девочка Работала в торговле У нее был маленький магазинчик Так она должна Там продавать товары Честно Честно Работать с тем Окружением Которое окружает Как бы рассказывать О высших законах Что Например Вообще Мы знаем Такая поговорка Есть Что Вся торговля Построена на лжи И обмане Ну это такая Древняя Восточная Поговорка Так вот Она как Такой вот Человек Более продвинутый Более высокого Уже уровня Развития Она должна На том своем месте Проводить Высшие законы Кармы Справедливости Рассказывать об этом Выстраивать Вот эти отношения С окружением На высших законах Объяснять людям И сама должна Обязательно им следовать И не обязательно Вы должны Что-то Что-то глобальное Делать Работайте на своем месте Где вам нравится И главное Проводить Высшие законы Психология Значит Работает психология Да И может психологом Быть где угодно Это не должно быть Прям где-то что-то Но именно На том Вот эти психологии Значит Ну если вы будете Работать Не знаю Так Олечка говорит Не согласна Про торговлю Олечка Это поговорка Древневосточная Да Вот если вы не согласны Да это очень хорошо Да Что вот Вот вы честно Работаете И там все делаете И качество Сейчас выигрывает Потому что уже эпоха водолей Вот эти старые времена Прошли Я с вами согласна Да Но если Сунуться в одно место В другое Пятое-десятое То обманов Очень много Так же как реклама Построена Вся на негативном Программирование У меня вот девочка Тут программу У себя вытащила Вот Кстати на самом деле То что вот там Рассказывают телевизор Реклама идет Выключайте телевизор Потому что девочка Вытащила такую программу Я кстати об этом говорила Тоже Очень часто На вебинарах В заднем фоне Потому что я как Нейлпишник И гипнолог Я знаю Что там рассказывают вам По каким структурам Реклама кофе была Черная карта По-моему так Или нет Или с горлом Что-то с горлом А Леденцы какие-то Да Там девочка На переднем плане У нее горло значит болит И сзади там чего-то Кто-то там Я не помню там Говорит И болеть ты будешь долго Так вот Девочка у меня Вынула эту программу Она засела так далеко Она болела Она говорит Да что ж такое-то я болею В общем пошли в технику Да Там вышла эта королева С этой фразой Причем они думали Так это шутка какая Да не шутка Сидела так глубоко Что в общем Работали с этой программой Ну целый Можно сказать Там не знаю Полтора часа они Хорошо проработали Вот она Причем проработали Потом перестала болеть Все это работает Очень здорово И я вижу Что делают люди В рекламе И прочих каких-то вещах Как они Манипулируют Сознанием людей Взять баннеры Хотя бы На каждом баннере Где там какая-нибудь Строительная Штука Там девушка голая Нарисована Зачем А вы знаете А я знаю Зачем Вот Но это все детали Ну что Молодцы Значит Дальше мы что Делаем Резюмем А еще Кармические причины Мы в принципе С вами Обговорили Долги Из прошлой жизни Это Мошенничество Воровство Злоупотребление Властью Присвоение Чужого В любой форме И развитие Новых навыков В разных направлениях Жизни То есть Это есть Как кармический долг И Например Вам нужно Нарабатывать Новый опыт Сейчас расскажу Из своей жизни Один пришел Ко мне Интересный Молодой человек И он значит Следующая вещь Какую-то Рассказал Мне говорит У меня говорит Как-то странно Прихожу в одну фирму Все нормально Денежные Деньги дают Работа есть Несколько месяцев Закрывается фирма Потом Приходится искать Все сначала Второй вариант Потом Говорит То же самое Говорит Повторяется серийность Одной Говорит Я уже не знаю Говорит В чем тут дело В чем причина Стали смотреть Короче Причин Пришли в тонкий мир К наставнику К ангелу-хранителю А он говорит такую вещь А он смеется Говорит Это же так здорово Ты развиваешься Он говорит Что это за такие шуточки Развиваются Ты же сам Когда был в тонком мире Попросил Быстрое развитие Он говорит В смысле А в смысле то Что тебе дают Быстро Знаете Как формат Перекрывают Если тебе там Типа хорошо Все Человек в зоне комфорта Ему хорошо Он там будет А ты говорит За одну жизнь Делаешь Несколько Развивающихся Профессий Овладеваешь То есть Ты там развился Там сколько-то освоил Тебя переключают На другое Там развился Тебя переключают На третье И так далее То есть Получается Такой большой Обширный Обширный Задел И ему показали Ты говорит Осваиваешь Но там была Одна сфера Я бы так сказала Там строительство И там Как сказать Смежные профессии Не радикальные А смежные Ему показали Ты должен научиться В этой жизни Пройти весь процесс Производства Полный комплекс Процесса производства То есть Сначала Ему показали Вот сначала Ты должен сходить в лес Набрать дрова Дальше Ты тут пришел То есть Первое Сходить Набрал Второе Попилил Попилил Поколол Потом ты должен Учиться Растопить печь Растопил Потом тебе Тепло Теперь тебе нужно Заработать На денежки Покушать Иди покушай Значит продай Дрова И так далее И так далее То есть Полный комплекс Это И ему Он успокоился Он стал спокойно К этому относиться То есть А так было все время Терзание Что Почему И как Это называется Эволюционное Развитие Человека Научают В этой жизни Идти Вот таким Ступенькам Поэтому не факт Что это карма Это может быть Еще такие варианты Так Сейчас Оля Пишет Да Есть такая реклама Проги везде А как не сойти с ума Если видишь эти вещи Иногда прям Так раздражает Олечка А эта программа Вас раздражает Все делается В нашей жизни Для того Ради наших реакций Если у вас Реакция Негативная То соответственно Вам больше Будет Таких людей И Вы по вибрациям Их собираете И вот это все То есть Чему я учу На своих курсах Спокойно Относиться С внутренним Спокойствием И пониманием Принятием Вот когда человек Принимает Ведь задача Какая человечество Каждого человека Научиться Принимать Меры людей И Безусловная Любовь Тотальная Принятие И когда человек Успокаивается То есть Что значит Сейчас объясню Спокойно Вот это реагирование Все делается Ради Весь негатив Который вокруг вас Он делается Ради ваших реакций Когда реакция Становится спокойна Вот этих Уже экзаменов Вокруг нет Все становится Совершенно спокойно На моих курсах Девочки там Происходят С сложными Какие-то Там Кармические вещи И прочее Они реагируют Спокойно И после этого Вот эта ситуация Вокруг них Она быстро разрешается Меня ничего не раздражает Мне все помогает Потому что я гипнолог Любой стук в дверь То есть Дрель В стену И так далее Меня больше Успокаивает Чем больше Дрель Сверлит Тем больше Я становлюсь В спокойном состоянии Это просто установка Это просто Внушение И потом Переходит в программу Мне все помогает Мне все на пользу У меня мир Я вчера еду Вот внучке Был день рождения 10 лет Я еду Слушаю музыку Моего сына Он у меня поэт Музыкант Прекрасные песни пишет Слушаю его в записи И вот еду Смотрю по сторонам Любуюсь Миром Любуюсь То что на улице И мне так хорошо Думаю Как же я люблю Эту планету Какая же она Прекрасная Какая же она Классная Сколько в ней Здесь очень хорошего Так вот Если вы будете Обращать только На негатив Будет сходить с ума И вам все больше Этого негатива Будет подсыпать А чем больше Вы реагируете На хорошую Ваша картина Ваша реальность Будет совершенно другая Она будет очень позитивной Будете относиться К жизни очень легко И спокойно Этому я как раз Обучаю на курсе Человек приобретает Внутреннюю гармонию И спокойствие И в его жизни Как по волшебству Все Случается именно так Как надо Например У меня когда-то Сгорел дом Я работала уже тогда В этом направлении По этим методикам И Первая моя реакция Уже была Ну подготовленная Я работала над этим Моя первая реакция была Думаю Интересно Как я с этим справлюсь Да Как мы Так вот Спокойно была реакция И буквально за три недели Разрешились все вопросы С Потерей этого дома В том плане Что там были свекровь и свекр Жили Им нашли и жилье А у них сгорело Все Они только вышли Ни денег Ни документов Ни дома Дополнительно дома нет Особого тоже нет За три недели Мы выправили документы Потом В течение Три недели Нам предоставили дом Бесплатно Для родителей Они жили еще там Три года Пока мы не купили новый А то что дом сжегся Это уже кармическая Отработочка Это все забрали долги Те которые Нужно было забрать Да Это обусловленный Такой кармический знак Как и для родителей Так и для нас Но мы были спокойны И поэтому Вот эта ситуация Разрешилась Кратчайший срок Очень быстро Так я очень люблю Вязать крючком Но у меня По формуле души Нельзя получать Деньги за творчество Там черная луна сидит Хотя Венера Очень сильная Поэтому Дочь продает Мои произведения Вместе Вместе Своих Как побочный эффект От всего У меня прошел Артрит Очень хорошо Доди Я прям рада Единственное Что вот Вот это тоже программа У меня по формуле луны Нельзя получать деньги Я ходила тоже еще Когда до того Как я занималась Астропсихология Начала изучать Я пошла К астропсихологу Боже мой Сколько он мне там Программ понавтыкал Астропсихолог Не на лп Практик был Да Не занимался Совнушением Не знаете вообще Что это такое Вот Он говорит Денег не будет Ближайшие 3 года Живем за счет мужа Тумбочки Потом значит Что-то там Операция будет Какая-то Что-то там В общем очень интересно Мне что Он там Рассказал Я думаю Ага Сейчас денег не будет У меня По картам По звездам Там не было Через полтора Месяца У меня пошли деньги Потому что я уже Эту программу Практически доработала И все пошло Так что Диди Звезды Предполагают Но выбор Всегда за вами Если вы себе В новую программу Какую-то Внушите И зафиксируете Это будет Вот Вам здорово Только счастье Поэтому не ведитесь На чужие программы Может быть Это не чужие Может быть Своя В негативную В негативную В негативную Эгрегор Вокруг земли Вы сотрясаете Пространство Если вы не можете Помочь Не надо переживать Все кармически Обусловлено Никто не получает Ни одного грамма Просто так Если кто-то там Страдает Если кто-то там Что-то происходит Это все нужно Для обучения Людей Выше Начало Это делают Специально Это не какие-то Там извините Плохие силы делают Хотя Плохие силы Это всего лишь Инструмент Для того Чтобы Это сделать Вот А так Нужно По крайней мере Хотя бы Ну то есть Вы вносите Негативную Лепту В пространство Нашей земли В землетрясение В плохую погоду В торнадо В какие-то вещи Негативные эмоции Вы добавляете В негативный эгрегор Соответственно Он растет И сейчас вообще Образовалась Вот такая Корка Между плотным Миром И Тонким миром Да Высший Высший Высшего уровня И любой негатив Который от вас Выходит Любое Вот это Непонимание Я не понимаю Как это происходит Я не понимаю Вот это Почему так Эта Несправедливость Происходит Друзья Все справедливо Карма Вещь такая Она Очень справедливая Вот Или вы смотрите И спокойно Реагируете на это Если вы можете Кому-то помочь Помогите Значит смотрите Задача какая Наш всех То есть Или молчите Дайте закончу Да То есть Или выключаете Не можете Вот сидите Смотрите на птичек И радуйте жизни Приносите в мир Позитивные энергии Хотя бы тогда Вот эта корка Будет она Растворяться Значит что Что нужно нам делать Что делает Например женщина Когда ее насилуют Изнасиловали Очень тяжело Она внутренне переживает Она страдает Она стресс Она может довести себя До психического Какого-то срыва Невроза Короче Каких-то вещей Ну Куда-то Она не пойдет На какой-то Этот Как его называют Милицию Полицию Потому что Ее там Будут Это Ну Ей это неприятно А надо делать Все наоборот Нужно знать Что есть карма Нужно знать Что все заслужено Если она С ней это произошло То зачем-то Это обучение Ей нужно было Да То есть это вот Потом все будут знать Про карму Будут все И понимать Что это высшие законы То есть она должна Понять В чему ее обучают В чем причина Разобрать ее Сделать анализ Сделать вывод Что вот так делать Не надо Например Я не знаю Ходить ночью В 3 часа ночи К каким-то Незнакомым мужчинам Это к примеру Вот у нее такой Негативный стереотип Ее вот просто Ну как Обучают этому Да Или же она может быть В прошлой жизни Кому-то сделала подобное Она должна пройти Через эти чувства Это уже обратное Прилетело Да И так далее То есть Поставить запрет На такое поведение Внутри идет анализ Такая глубинная работа А внаружи Она должна пойти Милицию И посадить Вот этого насильника Вот мы делаем же часто Все наоборот Мы сидим возмущаемся Но ничего не делаем Мы вот эти возмущения Сеем в вибрации Пространства Добавляем Вот резонанс Вот планета уже устала Она все время Вот высшие наставники Передает И сама планета Она живая Она передает вам всем Что нужно Вообще беречь Наше пространство Потому что все Что происходит Вот эти катаклизмы Это от нас Это наши негативные эмоции Наши негативные вибрации Это нужно учиться Этому Мыслить правильно Учиться вот эти реакции Свои Контролировать И так далее Поэтому друзья Кому интересно Вот приходите на курсы Или вон Селестинские пророчества Бесплатно Идите Обучайтесь Тоже очень хорошо Повышает уровни вибрации Чистит вам ментал Ваше Ваше вот эти Внутреннее состояние То есть работаете С реакциями Чудно Чудно будет Лариса Как быть С разрушительно Раздражающим Табачным запахом Стараясь Успокоиться Но никак не получается Как переменять Курящих Под окном Соседей Хорошие У нас были Курящие Пока вы Реагируете Негативно Под это Да И не можете Донести им Что вам плохо От этого Спокойной Экологичной формы Они до тех пор будут Когда вы Спокойно Начните Относиться К нему Они съедут Они перестанут Курить Или все Что угодно Но этого не будет То есть все Для ваших реакций Когда вы Успокоите Реакции И нормально Будете доносить Свои ожидания От людей Что вы хотите Таким образом То есть вы не должны Вдыхать этот воздух И ждать Когда он Перестанет Здесь немножко Другая работа Я уже сказала Какая Вот Вот Олечка Ведро воды Сверху Тушит сигареты И вообще Так Ага Закаляет соседей Это шутка Оль Но пока Вот человек У меня Долго муж Тушил ведро Сыпал перец Что-то еще Только не делал Делал Да Но они еще Больше курили Это все Вот это Я мужу конечно Объясняла Да Но вот он Такой у меня Упрямый Вот Как только Спокойное Принятие людей Мы понимаем Ну хотят и курят Да И так далее Но объяснять им Нужно это То есть потом Все у нас Прекратилось Во-первых Половина переехала Во-вторых Другие перестали Пробовала продавать Но не получается Вообще Торговля не мое Раздражает Так не надо Деде Значит не надо Не надо Да Тогда может быть Через дочку Так А как вытащить Программу Зарабатывать Тань Зарабатывать Уточните Не поняла Что за программа Так Лариса Оля Спасибо за юмор Хочется по-человечески Решить свою задачку Неприятного Этого запаха Да Вот лучше Хорошо Таня Я живу В Луганске Наблюдаю Учусь Створю Общаясь С позитивными людьми Четко чувствую Таким образом Изменяя ситуацию К лучшему Был период Когда думала Как вы Сейчас Да Вот Даулет Прошел И вот У него Совершенно То есть Вышел На новый этап Ну что Друзья мои Значит Мы подводим Как бы Сейчас С итоге Полезные Рекомендации Результаты Результаты Еще какие Есть Человек Бросил Один курить Другой Нашел Там Другую Половинку Третий Там Я не знаю Там Вообще Вышел Из депрессии Быстро И Капитально Такой материал Кстати Бесплатно Вообще Никто Не дает Это Я к тому Что У меня Миссия Такая Донести До вас Ваши Важные Законы Высшие Которые Элементарные На которых Вот Базируется Все Взаимодействие В космосе Когда вы Их Освоите Тогда Всем Счастье Нашим Будет И это Выгодно Для меня На самом Деле Потому что Я пришла Для того Чтобы Донести Вам Из тонкого Мира Ту информацию Которая Сейчас Распространяется Уже Везде И всюду Но она Емкая Сжатая И уже С конкретными Рекомендациями И упражнениями Идите Делайте И наше общество Будет здорово Это самое главное К чему Я вас призываю А Кого Это курс Мой Это курс Бесплатный По мотивам Селестинских Пророкий Бесплатно Олечка Ну вот Если от беса Значит Не берите Да Хотите платно Приходите Платно Это тоже ваша программа Это тоже В вашей картине Мира Как вы хотите Вот так вы Слово можете Употреблять Конечно же Так Ну что Друзья мои Рекомендация Главное Найти свое Предназначение Радоваться Когда Отдаете Деньги И дарите Подарки В заработке Деньги Не цель А установка Деньги Инструмент Для моего Предназначения И помощи Людям Миру Вселенной Закон Наполнения Энергии Ресурсная Самопрограмма Чем больше Отдаю Трачу Тем больше У меня Денег Тратить 10% На себя Развитие Личное Что хочется Не ограничивать Мелоча Вбаловать Себя 10% На благотворительность Тем Кто действительно Нуждается В помощи Критерии Людей Кому Вы должны Помогать Это Нравственность И тяга К развитию И самостоятельности Просто Бомжам Помогать Это вы Иждивенчество В них Поощряете Это тоже Нарушение Высших Законов Финансовый Резерв Фонд Вместо На черный День То есть Вы Финансовый Резерв Ну все-таки Это должна Быть Такая Подушечка Цель Большого Накопления Помним Да И выяснение Сцепок Якорей Из прошлого Через методику Зачем Я не хочу Денег Или Регрессию Прошлой Жизни Или Те Курсы Которые Я даю Платные Бесплатные Куда Вы хотите По Вашим Ощущениям И естественно Финансам И регулярно Не спеша Вспомнить Все то Чем Обладаете И благодарить За эту вселенную Тем больше Вы благодарите Тем Соответственно Вы больше Получаете Так Ну и сейчас Рекламка Так Что у нас еще есть А У нас есть еще Техника Что такое Деньги Ну сейчас Чуть попозже Я вам расскажу Еще есть Одна такая Техника Зачем Я не хочу Денег Вы можете Сами поработать Сейчас После того Как я вам Рекламку Свою Расскажу Значит Смотрите У меня С 6 марта Изотерическая Медицина Начинается Курс 8 занятий Потом Смотрите Кто Вопросы Не ответил Вы мне Скопируйте Еще Потому что Сейчас Танечка Ссылочки Будет Скидывать Значит 6 марта Изотерическая Медицина 8 занятий По пятницам 1 месяц Стоит 5 900 2 месяца Естественно 11 800 Здесь мы Выясняем Причины Не только болезней А еще Разных Разных Причин Чего угодно На самом деле Просто здесь Мы конкретно Еще Выясняем Где-то 2 трети Всего курса Причины Со всех С того Рассматриваем А потом Начинаем Лечение Вы научаетесь Я вам даю В буквальном смысле Удочку Лечить себя Энергетически И естественно Работать с мышлением С программами Программировать себя Как вот Сегодня В многом Я говорила Будете вот это внутреннее состояние Стабильности Внутреннего спокойствия Вырабатывать Как это научиться Спокойно реагировать На ситуации Вот как раз Вы Самогипноз Почитайте Ссылка Это очень интересно Программа Дальше Смотрите Какие Вещи Интересные Есть Путешествие Прошлую жизнь Или связь Душой Сквозь века Это живой тренинг В Москве Сейчас стоимость 515 400 Это за 5 дней 5 дней Будет с 28 марта Это мы тоже Там Очень много Техник НЛП Регрессия Прошлые жизни Тонкий мир Настраиваем Значит Связь Идем на Совет мудрецов Идем К своим Ангелам-хранителям Выстраиваем Внутренний Позитивный мир И прочие Такие вещи Это все Что правда У меня Программа Еще не Не сделана Если есть вопросы По Москве Кто давно уже Хотел на регрессию Попасть на живой курс Это вот как раз Для тех людей Кто в Москве Хотя в принципе Можете приехать Это будет тоже Вам На помощь В гостиницах И прочих Каких-то вещах Здесь вот Все мы Предусмотрели Дальше Следующий Кому интересно На юг То смотрите С 2 по 13 сентября Или с 3 Я уж не помню С 2 по-моему Ну приблизительно Дата У нас Выездной Курс Тренинг На Черном море Подарок Для души Или отпуск Для вашего Ангела-хранителя Почему отпуск Потому что Когда вы на связи С ним Они отдыхают В этот момент Они сидят Не трясутся Чего вы там Опять Не так сделаете Это очень интересно Кому интересно Почитайте Это будет действительно Незабываемо У отпуска И причем Этот тренинг Достаточно стоит Копейки Такого уровня Качества Который я даю Материалы Ну и еще Есть долгожданная Встреча Со своим предназначением Друзья мои С 4 апреля По 25 Всего 4 занятия По 3 часа По понедельникам 18.00 Программку Почитайте Это будет Разное Видение Своего предназначения С точки зрения Звезд Разных Техник Разных Практик Это будет Опять же Выявляем блоки Почему вы Не идете По предназначению И конечно Там уже Программку Накидываем Как же Эти блоки Ну преодолеть И идти дальше Очень гармонично Курс Вот Месячный Всего 4 занятия 5.900 всего Так Ну и что Программа Курс Вот Первый день Обучения Языку Вселенной Потом Тесты Кстати Это здесь не все Я там добавила Еще очень интересные Техники И как правило Там Всегда Я добавляю То есть Это вот Техника Программка Предварительная По предназначению А всегда Там будет Еще Она Расширяться Потому что Приходит информация Я ее всегда Добавляю Это и тесты Астрология Это карта Таро Ну как бы Там вы По Таро По нумерологии Узнаете Вообще Какие вы Энергии проводите Это очень интересно Ну вот И сейчас Я вам Тогда Кому интересно Пишите Значит Службе поддержки И соответственно Вы там Найдете Все ответы На те вопросы Которые Вас Интересуют А сейчас Смотрите Значит Мы подведем Итоги Что же Такое Деньги Деньги В своем Физическом Проявлении Просто Отражают Или выражают Вашу Внутреннюю Силу Мы сейчас Узнаем Как же Вы можете Эту энергию Преобразовать В деньги Да То есть И так же Ваша способность Созидать Деньги Это эквивалент Ваших творческих Способностей Что вы можете Создать Сотворить И превратить Деньги Вот давайте Сейчас пишите Тоже такой Мини тест Угу Угу Чем больше Вы можете Чего-то Создать Вокруг себя Своими руками Да Тем соответственно Это больше Можно превратить В какой-то Ну В денежный Эквивалент Перевести Это может быть Кстати Нематериально Есть Люди Которые Зарабатывают Только Своим интеллектом Умом То есть Это не Какой-то И это не то Что Можно потрогать Буквально Это те же Психологи Как можно Потрогать Результат Олечка Трезвое Здоровое Спортивное Общество Так Леночка Написать Книгу Нина Выращивать Цветы На Рассаду Массаж Сеансы Реки Заготовка Грибов Вот Как Прекрасно А вот Потом Вы напишите Все Что вы Можете А потом Подумайте Как это Можно Большую часть Объединить Какой Вид Деятельности Все это Будет Объединять Это Следующий Вот Момент Сейчас Я тут Еще Напишу Так Ниночка А это Так Это Было Что Все Больше Никто Ничего Не Может Перевести Это Может Человек Навык Какой То Он Например Отстаивает Чьи-то Интересы Он Умеет Отставить Интересы Так Это Можно Хорошо Продавать Это Можно Сделать Монетизировать Это Можно Перевести В Деньги Так Олечка Пишет Это Результат Объединения Объединения Так Сейчас Объединяет Мой Центр Создаем Вместе Все Вместе Под Моим Руководством Интересно Свет Парфинович Могу Организовать Торговля Любая Выращивать Цветы Овощи Фрукты Вот А вот Светочка Потуцкая Вдохновить Мужчину Тоже Да Вложение Да И как Это Можно Поставить На Монетизировать На Денежный Поток Да Светочка Хорошая Так Смотри Профессия Возвновляю Мужчин Платы В часах Кстати Тоже Почему Да Света Между Прочем Да Потому Что Всем Нам Не Хватает Вдохновения Ирина Так Обучение Школьников Студентов Консультации Экономические А Консультации Экономические Вот Да И объединяем Услуги По номерологии Выращивать Рыбок Фотографировать Очень 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 Хорошо Конечно Это не факт Что Нажно Все Объединять Но Если Это Можно Как-то Объединить Все И Вот Это Все Представьте Будет Еще Приносить Вам Удовольствие Ага Так Дети Планеты Земля Перестали Ходить По Минуму По Минуму Полюс Наркотиков Алкоголь И Хорошее Намерение Очень Хорошее Но Здесь Они Для Этого Наркотики Есть Чтобы Каждый Человек Сам Решил На своем Уровне Выбирать Это Или Нет Это Сами Высшие Иерархи Сюда Это Делают И Прислали Так Что Это Намерение Классно Мы Все Этого Хотим Да И Все К этому Уже Идем Здесь Просто Обучение Людей Надо Обучать Высшим Законам И Объяснить Что У человека Есть Выбор Вообще Классное Намерение Надо К Нему Стремиться Репетитерство По Биологии Танечка Чудесно Хорошая Профессия Муза Да Между прочим Нет Такой Вот Это Вообще Рынок Пустой Почему Быть Да Попробовать Так Должны Быть Так Должны 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 Создавайте Ну Что Друзья Мои Вот В принципе Сегодня У нас И Закончился Наш Наш Вебинар Мы Уложились Три Часа Очень Чудно Очень Хорошо Кому Интересно Мои Курсы Платные Приходите Кому Соответственно Обучайтесь Там Это Всегда Очень Полезно Все Выходят Большим Большим Багажом И Сегодня Вот Светочка Благодарит И я Вас Благодарю За то Что Вы До Конца Были Это Большая Большой Ваш Труд Вложение Вашей Энергии В развитие Поэтому Я Вас Тоже Благодарю Да Благодарю Да Спасибо Спасибо И Друзья Мои Хочу Вас Спросить Что Вы Самого Нашего Вебинарчика Что Самого Ценного И На этом Мы Закрываемся Для Вас Что Вы Нашли Такого Что-то Нового Озарения Инсайта Что-то Как будто Открытие Какое-то Для вас Произошло Сегодня Деньги Это Энергия Которой Надо Обменяться Точно Да Ирочка Вот молодец Нам первая Написала Ее аплодисменты Приоритеты Общества А в нем Я Точно Ниночка Вот Да Точно Там По-любому Если Вот там То Вас Вселенная Вознаградит В разы Долги Надо Возвращать Доли То есть Все В наших Руках Да Таня Я поняла Что Уже Много Умею Но Не Но Не Использую Какой Инсайт Аллочка Выработать Правильное Отношение К деньгам Позитивно Мысли Очень Хорошо В нас Сидят Программы От которых Надо избавляться Мы их Трансформировать Должны Светочка Да Точно Абсолютно верно Ириночка Как всегда Познавательно Давать людям Ценность Вот Саша Абсолютно верно Так Олечка Деньги Эквивалент Наших Творческих Способностей Да Какие Молодцы Вот сегодня Видите Как мы Закрепили Что я на Правильном Пути Света Говорит Ниночка Рябова Выстраиваете Мои отношения С деньгами Да Деньги Это не цель Точно Наташа Полина Огромная Вам благодарность Спасибо Благодарю Вас И всех Участников За очень Поучительные И своевременные Истории Многие Вопросы Участников Были просто Как будто Заданы Мною Вот какая Прелесть Видите Как вместе Работаем Еще раз Так Лариса Убедилась Что все Зависит Только от нас Огромная Благодарность Да Ларочка Абсолютно И Ириночка Желаю Вам творчества И новых программ Ну молодцы Чудно Чудно Сегодня поработали Мне кажется Все Вот это у нас Уложится В свое время Так как нужно Во все полочки Все друзья Мы обнимаем Всех Всех Люблю Вселенской Любовью И до новых встреч Всем пока Пока